Друзья мои, добрый вечер, здравствуйте. Для кого-то сегодняшний эфир будет скучным, неинтересным. Дело в том, что сегодняшняя моя гостья, подруга, считай, родственница, это, знаете, такое... ...распоминание из прошлого. В нашем разговоре будет подмена понятий, потому что, так как мы жили, сейчас уже люди не живут. И я сейчас постараюсь присоединить к себе звезду пленительного счастья, обольстительницу, ту, которую давно все ждут, с истерпением, по вашим многочисленным просьбам. У меня, ну, я много с кем выходила в эфир, и они все были интересные, все мои абоненты, все были великолепные, сногсшибательные. Ну, вот, да-да, Танюшкин, все говорят, выйдите еще раз, прям с ностальгией, это ж прям больно на душу. Поэтому я-то, ладно, что, намазала свисток и вышла, я это делаю практически через день вместе с вами. Привет! Вот эта красавица, этот маковый цветок, для нее навести мейк... Ой, ну ты сегодня на Машу Распутину похожа. Ну что я каждый день, блядь, на Машу Распутину похожа? Я хотел еще не быть на кого-нибудь... А что ты... А, все, нет, все нормально. Ты молодая Ирина Билок? Да. Да, это лучше тебе, да? Лучше, конечно. Друзья мои, вот для вот этого человечище нарядиться, одеть вот этот вот роскошный ярко-красный венок... Ну какой же он ярко-красный? А, синий он? Да нет, он черный с золотом, чуть-чуть вкрапления такие. Ой, ты знаешь, я просто, ну вот неделю пила, и у меня что-то со зрением, ну у меня туалет... Ну, я же когда много пью, когда в запой ухожу, у меня дальтонизм начинается. Ой, мы в тот раз с тобой так напились, и я больше, ну, я больше не спрогла. Подожди, ну в смысле мы напились? Ну чуть-чуть выпили. Ну да, потом пришлось так монтировать... Если брать 2006 год, 2006 год, или 2004, тогда мы... А если брать 99-й? Его я не помню. Вот, видишь как? А это, меня хорошо слышно? Я тебя слышу хорошо, я не знаю, надо спросить у наших гостей эфира. Друзья, нас хорошо слышно? Там пишут, да, за в шоке от венка. Друзья, это же, это же просто фирма «Великолепный век», это ободок. Я чуть-чуть это, как его, вий. Вот, чуть-чуть вий. Поэтому мы сегодня будем делать чуть-чуть алкашек или нет? Конечно, сейчас, я сейчас, вот, я же коктейль, я навела коктейль, попробовала, блядь, соку много, сделала побольше. Я коктейли же не пью, ты знаешь. Ну я люблю, вот мне, ну как бы, меня так дольше не берет, знаешь. Мне проще, мне проще в рюмочку напиздюрить, вот знаешь, чистоганом, так вот не пьянешь. Ну давай. Спасибо, спасибо. Ребята пишут, что нас с тобой слышно, поэтому... Чин-чин, друзья, за ваше здоровье, за наше здоровье. Благодаря нашим зрителям, ты знаешь, это помогает нам вернуться с тобой на машине времени в нашу молодость. Ты знаешь, просто... В нашу исходную позицию на карте. После того эфира это просто что-то невероятное было. То есть прошел практически месяц, ну чуть-чуть не дотянули, вот, да, до месяца. Там 4-5 дней. Ну у меня до сих пор просто люди какие-то ностальгии отправляют, какие-то видео старые, какие-то фотографии. Все смайлики вот эти плачущие, типа, господи, эти времена, их никогда не вернуть. Хотя бы на денек туда-обратно. Давай выпьем и вернемся. Нас, говорит, еще... Нас не только слышно, нас еще и видно. Ну это хорошо. Нашу маму и там, и тут показывают. Это всегда было здорово. Ребят, знаете, никого мы не склоняем с Аладурочкой Беранжи к алкоголизму. Абсолютно. Ты знаешь, для меня стало открытием. Сегодня меня спрашивают, что ты сегодня делаешь? Будешь красить? Я говорю, ну у меня сегодня же эфир. С кем? Я говорю, с Аладурой. Кто это? Новенькая? Я говорю, нет, это хорошо забытое старенькое. Помнишь, как наша любимая шутка? О, новенькая девочка. Ага, со старыми дырками. И ты знаешь, мне было отчасти... Мне не было обидно. Мне было как-то, знаешь, внутри... Так было здорово, что есть люди, которые не были знакомы с творчеством райских птиц. Не потому, что они еще маленькие. Потому что их тогда еще не жили в России. И я думаю, я говорю, вы сегодня обязательно пойдите, посмотрите. Конечно, те эмоции, которые нас захлестывали 20 лет назад, вы не получите. Но, по крайней мере, вы узнаете, чем жила страна. И, ребят, сегодня, в отличие от прошлого раза, мы с Аладурочкой Беранже подготовились. Благодаря вам вы писали свои вопросы. Да, так будет проще. Да, вы в прошлый раз не успевали здесь читать. Многие на нас обиделись, сказали, что мы писали, мы вам напоминали. Была куча веселых историй, вы даже не прочитали. Просто их невозможно, потому что нас сейчас смотрит 650 человек, поэтому каждый что-то пишет. И в ленте ваши сообщения летят, как голуби летят над нашей зоной. Как любовь и голуби. Да, поэтому кто-то написал мне вопросы в директ и ватсап. Кто-то Аладурочки. Поэтому мы сегодня непременно их зачитаем и что-то углядим здесь в ленте. И, конечно же, расскажем еще несколько историй интересных из жизни райских птиц. Да. Ты знаешь, я иногда попадаю в компании тех людей, которые помнят те времена, живут этими временами. И они говорят, вспомни что-нибудь. Знаешь, когда тебя просят по заказу рассказать, они говорят, что я ничего не помню. Ну, у вас же каждый день что-то было веселое интересное. Я говорю, да ничего у нас не было. Работали, тусили, жили, шили, придумывали номера, выступали, ездили, гастролировали. А ничего веселого-то и не было. А потом, когда чуть-чуть выпьешь, начинаешь вспоминать. А, ты там с кем-то, да? Ну, я просто, да, параллельно. Это люди, чтобы понимали, что мы их видим, что мы все равно краем глаза читаем. А Курва, Курва это тебе написали или мне? А Курва, это мой друг из Стокгольба, да. Да, но все-таки ты же на Курву больше похожа. Это одно из немногих слов, которые он знает по-русски. Не, ну ты не обижайся. В нашем коллективе я всегда выглядела как грандама, а вы с Гертрудой выглядели как проститутки. Но дорогие, согласен. Да, 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 не спорю, не спорю. Как проститутки, но дорогие. Я очень рассказала слово проститутки, и я вспомнила историю, что наш коллектив... Грандама. Наш коллектив... Я была грандама. А Сильва тогда кем была? А Сильва была... Грандмадамой. Грандмадам. У меня мама всех коллекционирует все вырезки, все статьи. То, что у нас писали. Ведь в какой город мы приезжали, там обязательно в местной газете писали, что к нам приехали, к нам приехал наш любимый. И один раз в коллектив «Райские птицы» попал в криминальные сводки благодаря Ладуре и Гертруде Васильевне. Ты забыла эту историю? Когда вышли по Тверской, вы вышли из клуба «Студио», там, где была гостиница «Центральная». Где в нас стреляли? Да, и вас перепутали мужики с проститутками. Они вам стали махать. Эй, соски, давай к нам, тряси деньгами. Мы сначала факами отсучивались. А потом лежали дома. А потом «Выпим жабернусь» и сказала. Она там «Ох, ха-ха-ха! Да отъебись, мужики, нахуй, что вам надо?» Да, да, да. И машина... Это что творится среди ночи? Да, это мужики! Потом по вам стреляли, вы убегали. А потом во всех криминальных сводках написали, что на Тверской была перестрелка. Отстреливали... Отстреливали райских птиц. Отстреливали молодых, начинающих, неопытных проституток. Да. Нет. Но с другой стороны, знаешь, всегда приятно, когда тебя сравнивают с... Они зарабатывали деньги, мы зарабатывали деньги. А между прочим, это одна из древнейших профессий. Поэтому... Да, да, да. Артистка, артистка и проститутка. Да, в принципе, одно и то же. Ну, сейчас не скажи. Ну, почему? Сейчас очень многие артистки тоже любят иногда раз-раз. Нет, сейчас артистки дороже выглядят. А уже да? Уже все это ушло? Сейчас артистки дороже выглядят, чем проститутки. Ты про таких артисток говоришь? Про срависти артисток? Нет, подожди. Есть, конечно. Вот сейчас жизнь поделилась на путан. Я артисток. Ну, путаны они дорогие. Ты кто? Я путана. А я? А я уже сошла с рельс. Да, 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 да. Я уже все. Звитая летчица. Во-первых, когда мы с тобой договаривались об этом эфире... Ребят, вы знаете, я говорю... Алла Дурочка, мы должны успеть запрыгнуть в поезд уходящего поезда, потому что сейчас все выйдут на работу, закончится карантин и... Пиши, пропало. Когда потом до этих эфиров еще доберешься? И сегодня на тебе. До конца месяца. А это вчера же уже объявили. Ну, я только сегодня узнала. Да? Я же почему-то свет в глазах потеряла, я же пила. Мне просто в комментариях кто-то написал, Заза, прекращайте пить. Вы выглядите, как старая потрепанная калоша. Я говорю, ну, я не могу, я алкоголичка. Ну, что мне делать? Серьезно? Я бы не сказала. Ну, может быть, имели в виду чай пить, сядут ловато и остановлюсь. Ну, ты просто неудобно лежишь на подушке. Вот. Да. Надо мне из кокоса подушку сделать. Так, ну что, давай какие-нибудь вопросы. Что нам сегодня задавали? Что тебе писали? У меня про меня не спрашивали ничего. У меня возмущенный народ спрашивал. Зато у меня спрашивали про тебя. У меня спрашивали. Зачем нужно было обязательно Гертруду увозить под Симферополь? Тем более это было так сложно. Почему нельзя было похоронить ее в Москве? Ребят, отвечу сразу, что Гелька, она была, несмотря на то, что она, вот, деньги, слава, успех, признание, к ней пришло в России, в Москве, в коллективе «Райские птицы». Но она всегда была патриоткой. Она всегда была патриоткой. Конечно, ей перечить вообще не было смысла. Помнишь, когда она иногда напивалась, и когда мы ругались, она говорила, я заработаю все, нахуй, деньги ваши и свои, и я уеду от вас, я уеду домой, я уеду на Украину. Да, да, да. Поэтому, вы знаете, мы посчитали, что это было бы... Но она сама хотела, чтобы она была там. Да, это было бы просто очень некрасиво к ее памяти, лично к ней, оставить ее здесь, на территории нашей страны. Поэтому ее увезли туда, где она нашла, обрела свой покой. Ей там сейчас хорошо, легко, периодически кто проезжает мимо, заходит. Поэтому я считаю, что это не было сделано с каким-то умыслом. Да, вот, кстати, ты как раз сейчас ответила на один из вопросов, который мне сегодня прислали. И тебя это спрашивали? Меня спросили, где похоронена Гертруда и Сильвана Бомбанини. Вот мы как раз и ответили на первую часть, что Гертруда, она похоронена... Похоронена... Я забыла, как называется кладбище? Адла... Какое... Не помню, короче. Вот, в Симферополе. Да, под Симферополем. Да, под Симферополем. А Сильвана Бомбанини в Москве... Сильвана Бомбанини, как коренная москвичка, осталась здесь в Москве, как валютная гранд-мадам. Она покоится на Ваганьковском кладбище. Если будете на Ваганьково, центральная аллея, упираетесь в Колумбарий, обходите его справа, еще идете метров семь и идете направо вглубь. Не, ну вот... Сильва всегда... Ты знаешь, я считаю, что Сильва достойно покоится, потому что она мечтала только об одном. Она мечтала о квартире, которую она проебала по молодости. Да. Сильвана Бомбанини была непростая штучка до того, как попала в травести бизнес. Она была фарцовщицей, фарцовщицей, контрабандисткой, торговала валютой, золотой, золотом-бриллиантами. Золотом-бриллиантами. И она была москвичка. Ей от родителей досталась трехкомнатная квартира. Она была успешно жената. У нее родился сыночек маленький. И ей принесли большую партию золота и валюты. И сказали, так, здесь примерно на 70 тысяч долларов нужно быстрее слить. Сильвочка сразу посчитала все. Сильвочка еще у нас... У нее же знаешь, какая кличка была? Не Сильвана Бомбанини. А какая? У Большого театра у фонтана она была Мама Роза. А, да-да-да-да, точно. Она же это... Она была Мама Роза, потому что она была большая. Она всегда приходила с водкой, с закуской, собирала всех. У Большого театра тогда росли охуенные высокие яблони, был небольшой фонтанчик. Она всех поила, веселила, пела песни, танцевала. И, получив брикет с валютой и золотом, куда она пошла? Конечно, она пошла проведывать своих детей, своих курочек. Да, она хуярилась. А утром, когда проснулась от стука в дверь, и сказали... Слышь, мы передумали, верни все. Она полезла в сумку, а там уже ничего не было. Все спиздили. Все спиздили. Ну, и просто ее подставили. Ей сказали, блядь, ну, тебе ровно один день. Тебе нужно отдать 70 штук, раз ты проебала. А денег у матушки не было. Она сказала, дайте отсрочку. Помнишь, у нее украли ребенка. Да-да-да. У Таньки, у жены, ее был нервный срыв. Это была ужасная история. Пришлось продать родительскую квартиру. И вот до самой смерти Сильва мечтала, что она накопит, бросит пить. Еще больше будет работать. И купит себе квартиру, чтобы родители ей гордились. По крайней мере, сейчас она обрела свой постой на Ваганьково. Будете мимо проходить? Там не только наша звездочка. Там много звезд лежит. Да. Поэтому я считаю, что наши девки достойно жили и достойно сейчас покоятся. Поэтому давай, давай не чокай за наших кукол. Нет, ты знаешь, на самом деле, вот уже столько лет, вот это типа не чокаемся. На самом деле чокаемся, знаешь почему? Потому что давай пить за них, как за живых. Потому что они всегда живы в нашем сердце. Они всегда живы в наших воспоминаниях. Поэтому давай за них пить, как за живых. Ребята, я могу вам сказать честно, иногда, когда наступает День памяти, мы иногда с Алладурочкой, со званиями, помнишь ли, раз мы с тобой выпили и ревели. И ревели. Я тебе говорю, ты что ревешь? Просто тупо ревели. Я тебе говорю, дева кшалка, она говорит, нет, я хочу обратно, я хочу, чтобы они были живые. Я хочу, чтобы все было как прежде. Ты же понимаешь, что как прежде никогда не будет. Нет. Все поменялось. Да, конечно. Стреть поменялся, клубы поменялись, казино нет, гельки с Сильвой нет. Поэтому давай, как за живых. Да, за живых. Я про себя... О, пошло. Я про себя думаю, самое главное, вначале чистить не буду, чтобы достойно закончить. Ну, я поняла, да, да, да. Сколько мы с тобой пропиздили? 15 минут прошло, уже два стопоря прокинули. Ну, ничего, ничего. У нас еще весь вечер впереди. Нет, за девок не жалко. Нет, абсолютно. За девок не жалко. Так, какие у тебя еще были вопросы? Так, у меня были вопросы... Знаешь, такое? Ну, очень много хотят узнать, ну, какого-то личного. Вот людям все время хочется же покопаться... Ой, где-то пошло. Да, куда-то покопаться, покопаться в чужом белье, вот. Это опустие. Ну, это же любимое. Вот, например, два вопроса были адресованы тебе. Нет, там даже не два, там было три где-то или четыре. Ты мне скажи, а почему люди боятся мне, написать, а спрашивают у тебя? Ну, потому что, ты знаешь, я думаю, что все-таки пока во мне они видят еще какую-то, ну, такую цыпочку. А ты для них уже, ну, типа, можешь нахуй послать? Я пока... Цыпочка, блядь! Цыпочка! Короче, вот они пишут. Вот ты вспомни, когда мы были райскими птицами, наоборот, тебя все боялись? Не то, что боялись, меня ненавидели, потому что я такая сука была, блядь. Ой, а что сейчас поменялось? Что сейчас поменялось? Ну, поменялось. Ну, что, я стала покладистая. Да, блядь, ты стала на четыре размера больше, вот что поменялось. Ну, на четыре размера больше я стал... У меня просто кость широкая, она разрастается. Нет, вот ты мне говоришь, ну что, там пишут тебе вопросы? Я говорю, мне пока только один вопрос написали. Ты говоришь, боже, а мне уже девять вопросов написали, и мне там какие-то комменты пишут, вы такие молодцы. Почему они тебе не пишут? Ну, потому что, я тебе говорю, они тебя... Я, может быть, не вижу этих сообщений, поэтому не могу ответить. Видишь, хорошо, у тебя больше времени, и ты всем отвечаешь. Давай ты будешь в моем пресс-аташе. Ребят, если вас что-то не интересует, пишите Андрею ТЭС, он вам все ответит. Да, иди только... Кому я не отвечаю, Андрею ТЭС пишите. Короче, давай, зажиточная гран... Как ты сказала, грандама? Гранмадам. Нет, гранмадам Сильвана, ты грандама. Зажиточная. Вот интересуется, правда ли, что у тебя есть квартира в Майами, в Форт Лоттердейле? Квартиры точно нет. Я что, сумасшедший? А что у тебя там? У тебя там дом, как у этой, как у нее? Я никогда в жизни не шел сумасшедший. У меня есть в Москве квартира. Зачем бы где-то за границей... Нет, в Барселоне, допустим... В Барселоне я бы хотела иметь квартиру. Ну, в Майами или в Форт Лоттердейле, во-первых, на квартиру, маленькую однушечку, знаешь, студию 50 метров, ну, они обычно все приличные квартиры на побережье находятся. Но уж он драйв, так это, я не знаю, почку и все твои гонорары Сильвина и Гелькина собрать мне и то бы не хватило. Ты знаешь, я думаю, что уже просто, ну, ни наши почки, ни нашу печень никто не возьмет. Отвечаю на вопрос для тех, кто спрашивал. Квартиры у меня нет. Ни в Майами, ни в Форт Лоттердейле. К сожалению, а может быть и к счастью, квартиру никогда не хотела. Понятно. У меня квартира в Москве имеется. Не одна. И неплохая, кстати. Так, дальше что? Знаешь, так, дальше еще спросили, правда ли, что у тебя была в свое время швейная мастерская, короче, она находилась в подвале блядского домика. Ну, короче, ну, такой стриптиз, публичный дом. Подожди, ну ты же была там не раз. Ну, просто ты ответь, я понял. Я же не могу за тебя отвечать. Я тебе... Да, проститутка там была одна, Алладора Беранже. Ну, подожди, ты же уже сказала, что я и Геля. Подожди, нет. У меня было, это называлось «Замок вкуса». Ну, это был стрип-шоу, это был... Ну, как вы, возьми сейчас любой долл с Golden Palace, «Эгоист», где девки танцуют. Ну, это примерно то же самое, только это был отдельный особняк в виде такого, как сказать, соринного замка с рыцарями, с кабинетами, с банкетными залами, с джакузи, с водяными горками. Ну, там он пишет, а точно «Замок вкуса»? Да. А как? Да, 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 «Замок вкуса». Даже мы очень дружили с хозяевами этого заведения. Не то слово, очень. С Леночкой, с Игорем, мы великолепно проводили время. Мы там сколько раз выступали, и Толик Евдокимов там выступал. Девки там офигенские работали. Поэтому, правда, я не могу это назвать блядским домиком. Это был «Замок», это был «Дворец», и у меня там была огромная швейная мастерская. На первом этаже, внизу, на минус первом этаже. На первом этаже, помнишь, у меня был магазинчик, откуда мы возили из Таиланда колье, платье. Да, 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 да. А швейная мастерская была прямо рядом с кухней, поэтому мы так и отожрались. Да, 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 право. Подожди, кто это спрашивает? У тебя есть этот человек, просто кто это спрашивает? Ну, как бы, я ни в одном интервью это не рассказываю. А, этот человек написал шесть вопросов и попросил, чтобы мы сохранили эфир. Я не знаю, кто это. Он живет в Майами, и он говорит, типа, у нас будет, ну, как бы, мы не сможем посмотреть. В прямом эфире. Ой, ну что за гон? В Майами уже давно все проснулись. Ну, короче, ну, может, они... В Майами сейчас уже хорошее утро, уже полдень, поэтому у этих майамских всегда такие дешевые отмазки. Ой, мы с Пахтелем... Вот они попросили, как бы... Господи, мне же теперь интересно. Поэтому про этот отрезок жизни, про эти четыре года я мало где говорил в интервью. Ладно, давай следующий вопрос. Так, следующий вопрос тоже для тебя был... А, что ты такого сделала директору фейс-контроля в трех обезьянах? Что такое? Спросите у Зазы, почему до сих пор красится тенями буфетчицы? Алло! Потому что... Если наши буфетчицы используют дорогую косметику Нюхс... Нюх... Нюх... Между прочим, у меня все тени коллекционные мне Стелла Дивафокс дарит. Так как она является лицом фирмы NYX. Да, да. Стелла. Ну, помню, мне всегда... Мне идет либо фиолетовый, либо ярко... Голубой, либо зеленый. Либо зеленый. Да. Мы, когда готовились к этому эфиру, друг другу присылали всякие фотографии. Ой... Одну фотографию... Ты знаешь, одну фотографию, вот эту мою любимую, где мы типа Мерлин Монро... Ты знаешь, я после эфира ее размещу в сториз. Ну, на сутки всего. Ну... Я понимаю, что, конечно, за сутки ее... Ну, выложи! Да, я выложу, потому что это одна из любимых, моя фотография. Пусть народ, ну... Повеселится. Так, значит, три... Еще один вопрос. А, что такого ты сделала... Фейс-контрольщику в трех обезьянах, что тебя перестали в клуб опускать? Ты не отсосала его или что? Если бы я это сделала, мне бы дали золотую карту. А я... А теперь я понимаю, откуда у моих друзей золотые карты в клуб три обезьяны. Я его... Я его через окошко, через которое он давал билетики, ударила по лицу кулаком... За что? И разбила очки. За что? Не помню, что... Помню, помню. Блядь. Помню. Ой, ну... Ну, с одной стороны, как бы, ну, что вспоминать? Это было 20 лет назад. Может быть, даже больше. Все, что мы сейчас вспоминаем, было 20... Нет, просто... Ты, Павел Анатольевич, помнишь? Конечно. Мы с Павел Анатольевичем, целая толпа народа из ресторана, в воскресенье поехали в клуб три обезьяны. Я говорю, поехали, там сегодня вход бесплатный, там сейчас шоу будет. Мы приехали, сели, пьем дальше. И Паша мне говорит, а что ты нас наебала? Это был Родион? Это был Родион. А вон там спрашивает, а это был Родион? Это был Родион. И мне Павел Анатольевич говорит, а что ты нас наебала? Вход-то 500 рублей стоит. Я говорю, Паша, ну какие 500 рублей? Бесплатно вход сегодня в воскресенье. Он говорит, а почему я заплатил 2500? А они просто увидели большой кошелек. Я иду на... Я же уже... Пылали станицы уже четвертый час. Я подхожу к Родиону через окошечко и говорю, Алло, извините, пожалуйста. Алло, алло, девушка, извините, пожалуйста. Сегодня же вход бесплатный, а почему с моих друзей взяли? А он мне говорит, с тебя, блядь, взяли? Я говорю, нет. Он говорит, ну и все, нахуй, иди обратно. Это была большая ошибка. А окно маленькое было, вот такое. И я его вытянула через это окно. Ой, блядь. И потом... Ну я правда была пьяная. И потом меня руководство заведения сказали, что ты не права. Человек вправе решать на кассе, кому платить, кому нет. Поэтому ты вела себя очень красиво. Да, я побила человека пьяное. Ты должна извиниться и возместить ему ущерб 500 долларов за очки Дольче Габана, которые ты разбила. Умоляю. Я сказала, я не буду. Она всю жизнь на Черкизову всю жизнь одевалась. И мне закрыли вход. И сняли со всех программ. Надолго? На 4 года. Ну я думаю, что касса не потеряла. Мне не хватало. Ты знаешь, мы с тобой говорили, что в каждом клубе свое отдельное царство, своя отдельная публика. И те, кто ходят, допустим, в клуб «Секрет», они не будут ходить в клуб «Три обезьяны». Те, кто ходят в «Найс», они не будут ходить в «ЦС». В каждом клубе своя публика. В каждом публике свой дресс-код. В каждом публике свои шутки. И мне, конечно, эти 4 года очень не хватало публики «Трех обезьян». Потому что «Три обезьяны» это все-таки был такой, знаешь, вышаг элита. Там собирались сливки. Подожди, а это какие были «Три обезьяны»? На Павелецкой. А, да-да-да. У меня оставался еще душа и тело. У меня еще было много где работали. Да, конечно. Но дело не в этом. Все равно мне не хватало, я очень скучала. И, слава богу, через 4 года с меня санкции сняли. И ты... И мы там с Санькой портной еще зажигали очень долго. Ой, да, это когда она... Портная там упала, плашмя вот так вот. Да-да-да-да-да-да. Пьяная. Она поила ее жилово. Да, она вот так вот плашмя на спину упала. А потом голову подняла и сказала, кажется, я сломала копчик. А потом мы приехали к нам на Киевский вокзал пьяные. А Гелька нас стала выгонять, потому что она спала. А портная говорит, не кричи, мы к тебе с подарком. Она говорит, давай подарок. И мы занесли из коридора пепельницу, которая уже стояла. Вы же спиздили ее в трех обезьянах. Уличную пепельницу. Нет. Марию пепельницу. А уличную огромную пепельницу. Вы увезли эту пепельницу из трех обезьян. В урну, да? Да, да. И засунули ее в машину и ели... А туда, по-моему, вы еще букет цветов запихнули. Ребят, там пишут, душа и тело, наша молодость, мы ностальзируем. Ребят, вы понимаете, что есть целая каста, целый слой в Москве людей, которые даже не в курсе, что был такой клуб. Они не знают, что там происходило. А ведь лично для меня пол жизни прошло в Черном Лебеде, пол жизни в Душа и Тело. Поэтому это все так, знаете, Чаплин, Паша, Медуза. Медуза, умоляю. Пчела. Пчела. Пчела мне недавно писала. Да, мне тоже. Слушай, он мне все время регулярно пишет. А где Паша Чаплин? Паша переехал в Крым. А, да? Сейчас там благополучненько живет, да. Ну, там мне просто... Я еще читаю. Заза, почему не говорите про Черный Лебедь? Ребяточки, мы в прошлый эфир... В прошлый раз очень много говорили. Мы все обсудили про Черный Лебедь. Это единственный клуб, где мы работали каждый день. Потому что когда наши коллеги же спрашивали, типа, для кого вы работаете каждый день? Вот вы не поверите. Каждый понедельник приезжала компания из трех человек, две девушки и парень. И заказывали для нас шоу. Ксюха. Ксюха, да. И заказывали для нас шоу. И когда мы с ними познакомились, они говорят, а сколько вы можете выступать? Мы говорим, наше вот одно отделение часовое стоит 400 долларов. Она говорит, а вы можете выступать 6 часов? Мы говорим, да у нас только номеров не наберется. Она говорит, нет. Час на сцене, час за столиком пьем. Потом вы снова уходите, показываете шоу. Час на сцене, час за столиком. Ребят, мы за одну ночь наедались, напивались и зарабатывали. И зарабатывали денег. А потом это первые были гастроли райских птиц за границу. Это Ксюха пришла и говорит, ребят, я пришла с вами попрощаться, потому что я через неделю уезжаю с семьей на 4 месяца в Турцию. И мне будет ужасно вас не хватать. Мы выпивали, выпивали, выпивали. И она говорит, ребята, миленькие, а поедемте все со мной в Турцию. Хотя бы на месяц. И мы все, да! Да, едем в Турцию! На следующий день протрезвели, я говорю, девки, кроме ее имени мы больше ничего не знаем. Ничего не знаем, да. Ее зовут Оксана, все. То, что она приходит каждый понедельник на протяжении полугода. И даже что, вот как мы с этим человеком поедем? Давайте ей скажем, что у нас нет денег и что мы не можем полететь. Мы звоним, говорю, Ксюха, ты знаешь, что такое дело у нас с деньгами хуевое. Мы не полетим с тобой в Турцию. Она говорит, ребят, вы не поняли, я все оплачиваю. Лучший отель, шаратон, билеты, все, 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 все за мой счет. Еда, клубы. Я говорю, сейчас подождите, перезвоню. Я говорю, девки, какая-то кидалова. Стопудово. Нас вот там напоят, а потом мы с вами проснемся в поезде, уезжающем в Арабские Эмираты. И там мы будем наложницами, рабынями. И вообще-то там будут драть за бесплатно. Мы придумывали всякие отмазки, как слиться. Я говорю, зачем мы это выдумываем? Я говорю, Ксюх, ты знаешь, я скажу тебе честно. Мы о тебе ничего не знаем. Вот с какого перепугу месяц проживания в Турции, в дорогущем отеле, питание. Тебе это зачем нужно? Она говорит, я не хочу вас сну. Если я скажу зачем, вы обидитесь. Я говорю, да мы взрослые люди, скажи как есть. Она говорит, просто еду с семьей. И я там за четыре месяца просто охуею. А если я буду знать, что где-то рядом есть вы. Где можно прийти, повеселиться, покружиться, поехать с вами в клуб. Мы же даже жили в разных отелях. Она к нам все время приезжала в Сиротон. Да, и я говорю, ты что? Нас берешь как клоунов? Она... Да. Я говорю, ну это не я и дело. Конечно. Как клоуны мы поедем. То есть это будет считаться, что как будто мы едем на гастроли. Она говорит, а давайте, чтобы вам было спокойно. Я вам сделаю в Турции еще и гастроли. Я говорю, ты сможешь. Она говорит, один звонок. И мы выступали для сборной, для турецкой сборной по футболу. Да, для Галатасарая. Нет, тогда там не сборы были. А что, почему у них целый отель? Они целый отель занимали? Ты помнишь, мы шли и гуляли по улице. И они ехали все фанаты с флагами. Как раз Галатасарай выиграл. Какую-то там, ну, какую-то игру. И они все по улице. А они как раз жили не в нашем, а в отеле, где жила Ксюха. И мы когда выступали, они там всей этой командой сидели такие охуевшие. Это были наши первые гастроли заграничные. Ты знаешь, кстати, по поводу Турции. У меня в Директ Николай какой-то прислал вопрос, а я про это вообще ничего не знаю. Коля пишет, расскажи, пожалуйста, историю, как Гертруда с Аладорой ходили ночью на дискотеку, и там что-то случилось. Я говорю, ну, я на дискотеку с ними не ходила, поэтому я во время нашего разговора... Что? Что случилось? Не знаю. Вот Николай говорит. Николай, если вы нас смотрите, подскажите. Что случилось? Иванову Максиму Александровичу мы с Аладурочкой передаем привет. Помахала? Привет. Перечислить Аладурой 50 рублей. А, конечно. Заза, где Ксюха? У Ксюхи все хорошо. Мы недавно разговаривали с Ленкой Масловой, все у нее замечательно. Губы настоящие, у меня настоящие, Аладоры сделаны. Ну нет, у меня настоящие, у тебя сделаны. Наш эфир подошел к концу. Почему? Ну, в смысле у меня сделаны. Ты про какие сейчас губы? А, я про них. Так, Денис, зубы не заговаривай. Вы с Геллией пошли на дискотеку, и вас хотели трахнуть два охранника. Чем все закончилось? Так, блядь. Ну что, нас смотрят дети, что ли? Как Гелли и Аладора... Вот он пишет. Гелли и Аладора с охранниками зажигали. Ну, короче... Короче, помнишь, мы пошли все, всей компанией в клуб на это, на такой, на набережной, на какой-то скале такой клуб. Ну, это, между прочим, самый охуенный клуб был. Да-да-да, мы там все потусили, трам-пам-пам, и, значит, вы все такие, типа, ну, мы домой, а мы с Геллией только в кураж, блядь, вошли, и нам еще хочется ай-на-ней-на-не. Мы такие, типа, мы останемся. Вот. Вы такие, ну, типа, ну, ладно. А там, ну, до нашего отеля прям даже пешком можно было дойти. В общем, короче, мы остались и склеили двух охранников. Вы что, до утра там стояли, пока работа не закончилась? Ну, нет. Мы, короче, сначала склеили... А мы же, помнишь, ну, мы тогда же были обе с длинными белыми волосами, ну, мы такие были... Наташи. Наташи, но только мальчики. Мальчики Наташи. В общем, мы их склеили. Подожди, это та история, когда вы утром пришли на завтрак? Да-да, чем все потом закончилось. В общем, мы их склеили, и там, типа, ага, они такие, ну, может быть, как-то там чего-то, трам-пам-пам. Подожди, мы говорим, да, конечно. Я вспомнила! Они такие, типа, ну, мы вот до утра, а мы такие, мы вас подождем. Вот. А они огромные, два метра ростом. Вот такие вот, блядь, такие плечи огромные. В общем, короче, мы их дождались. И, ну, говорим, типа, мы живем в Шератоне. Они такие, не, блядь, в Шератоне мы не можем. Типа, это потому что отель принадлежит. Отель, ну, там, совладелец. Хозяин нашего клуба. Нас там все знают. Мы говорим, ну, хорошо, короче, мы снимаем какой-то просто, блядь, жутчайший вообще. Постал? Ну, да, какой-то вообще просто страшнейший. И там начинается, ну, короче, пошла торговля, блядь, кто кого ебать будет. И, в общем, а они, что один, что второй, а эти охранники... Извините, у меня слеза. Да-да-да. Аху, мне удалось такое счастье. Что один, что второй охранник такой, ну, типа, нет-нет-нет, помнишь это вот видео, типа, я не такая, я здесь книгу читаю. Да, да, книжку читаю. В общем, короче, они, вот, блядь, полчаса, типа, нет-нет-нет, его, в конечном итоге, мы их выебали. Вот эти две Наташи выебали двух огромных турков. В общем, ой, блядь, не могу, прям аж тяжело дышать. Ой, хорошо, что я с вами не пошла. Наоборот. В общем... Это хорошо, что я с вами пошла, я вам сказал, девочки не смейте. Нет, я только помню, как вы пришли на завтрак, две пьяные, сраку, разговаривали. Мы уже, короче, тут там... И девочка так на вас смотрела, мама, не смотри на них, они проститутки. Все до утра, все до утра это продлилось. Мы вернулись в отель, и как раз смотрим, все на завтрак идут, мы такие. Нахуй мы в номер пойдем, пойдем пожрем сразу. А мы просто косые, вот такие, блядь, это. И помнишь, мы еще... Мы из салфеток скрутили две пилотки? Пилотки, галстуки, и в каждый стакан поставили по этой салфетке, как будто это цветы. И рядом сидела семья, там девочка все время на нас... А мы просто, а-а-а-а, вот такие вот сидели. И девочка на нас смотрела и хохотала, а мама делала ей так, типа, отвернись, они порочные. А девочка говорит, мама, когда я вырасту, я буду такой же красивый. Она говорит, нет, ты не будешь никогда такой. Это плохие тети. Ой, блядь, это было очень смешно. Вот, ну вот это и история. Блядь, если все будут такие истории... А Коля, а Коля там, этот Николай, который спросил, это он был там на дискотеке? Откуда он в курсе? Да блин, это... 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 Я сейчас увидел, что это за Коля. Это наш Коля. Видать, Гертруда ему проболталась еще при жизни. Это тот Николай, который хотел попасть в пятый раз в райские... Ты же знаешь, что я-то могила. Он пишет, да? Нет, я могила, я лично. Вот. Так, теперь твой вопрос следующий. Мой вопрос... Ну там уже ты сказала шесть вопросов. Держи ресницы. Да, блядь, они у меня уже отклеились нахуй. Держи ресницы. Пизда. Уже потекло, да? Я просто... Ну я же там была, я просто представляла все это вот. Так, еще... Так, еще был тебе вопрос. Так, про охранника спросила. Нет, ты что? Не про охранника, про этого, про... Ну, короче, про это, Рамульду или как ее? Родионшу. Так, про это спросил. А, вот. Первый клуб, где я выступал, это был три обезьяны на Трубной площади. Муся, вот. Центральная станция на... Вспомнила, вспомнила, пока не забыла. Я же как рыбка Дори. Забыла? Значит... Нет, подожди, пытаюсь просто сформулировать. Там было написано так. Почему Зазу не убил, значит, чеченский бандит Заур, которому она села на колени во время новогоднего концерта в ресторане... Блядь, уже сейчас вот название ресторана не вспомню. Такая формулировка. А? Селенге. Ну, какой-то давай. Да не-не-не, Селенге. Селенге это бурятский ресторан. Я люблю докушать, поза ездить. Да? Санрайз или Сан... Санрайз, Санрайз. Да, вот. Больше всего мне, знаешь, какая формулировка понравилась? Почему он тебя не убил? А надо было. А нет, меня сейчас возмущает формулировка чеченский бандит. Ребят, 20 лет назад бандиты, они были... Вот сейчас, в нашем понимании... Это что, 20 лет назад было? Ну, примерно, ну, 18. Я думал, это вот было это на днях. Нет! Ну, ну, не на днях сейчас, на днях ничего не происходит. Нет, это давно было. Ну, ты вспомни. Раньше, раньше... Вот сейчас, в нашем понимании, бандиты, это те... Это хулиганы, которые бьют, убивают, насилуют. Ну, да. А в то время, когда выступали райские птицы, мы... Ну, раз в неделю точно у них выступали. То в Завидово, то где-то в каком-то бледюшнике, то на Бладхате. Зинуль, на секундочку прервись, я вот скажу на вопрос. Спрашивают, Зина вообще хуету читает, который здесь пишет? Друзья, у нас сегодня специально мы днем просили вас задать нам вопросы. Поэтому мы сейчас отвечаем на те вопросы, которые... Все читаю, все читаю. А вас мы, конечно же, видим, вот, и по возможности вам тоже отвечаем. Поэтому, вы знаете, сесть какому-то чеченскому бандиту или, не знаю, не чеченскому бандиту на колени во время выступления... Во-первых, это было... Если такое и было, то это было никак... Не было стремлением его обидеть, зацепить. Конечно. Скорее всего, это было во время какого-то шуточного номера или... Это всегда воспринималось такими аплодисментами. Да. Мы один раз... Ты помнишь, когда мы выступали первый раз в Завидово у бандюков? Угу. И мы выступили первый раз, мы вообще боялись доехать, убьют, не убьют. Мы выступили, гробовая тишина. Они не смеялись, они вообще... Мы выступали, пели, плясали, а очень тяжело шутить, что-то рассказывать анекдоты, когда гробовая тишина, каменные лица, они там что-то бухают, пиздят. И мы так тихонечко отвыступали, поклонились, ушли, заходит чувак, который должен деньги отдать. И мы говорим, что пиздец, денег не будет. Он говорит, нет, а вы можете еще раз выступить? Да-да-да-да-да. Мы говорим, что, простите? Он говорит, еще раз можете выступить? Ему очень понравилось. Я говорю, так они же, блядь, сидели с... Вы что, они внутри все смеялись. Вы просто, ну, как бы, вот такие люди, им не свойственно проявлять эмоции. Я говорю, у нас в костюме... А вы то же самое покажите. И мы второй раз показали ту же самую программу, потом пошли с ними бухать, и оказались очень все клиничные люди. Вот это у нас, кстати, в отношении нашего коллектива было очень часто, когда просили. Да вы в тех же костюмах. Можете какие-то другие песни, но в тех же костюмах. Нет, я помню, когда мы с тобой выступали на дне рождения, помнишь, когда ты пошла шер работать, и заказчица прибегает и говорит... И заказчица, организатор, организатор. Кстати, у меня там был вопрос, вот к этому вопросу можно и прилепить. Мне спрашивали, возрастной цензор, ну, для кого вы выступали, там, ваше шоу было, там, плюс 18, и, допустим, до 60. Нет, ребят, у нас самый юный наш зритель, заказчик, это был девочка 5 лет, на корабле «Викинг», на Савинской набережной, помнишь, мы выступали? Да. Они на ее звали. Ой. И самый взрослый юбиляр, которого мы поздравляли, ему было 85 лет. Не 90 разве? Или 90, и вот контингент был 75, 90, 80 лет. Когда помнишь? И еще, помимо этого, у нас была одна собачка. Мы выступали на Арбате в ресторане для собачки. Помнишь, эти пенсии, ну, вот эти вот, которые взрослые, они просили... А вы не могли бы сделать музыку потише, а то так, как бы, чуть-чуть куда-то... Да-да-да, а то так вот перебьет, и мы слышали, как они кушают, и как у них эти... Тогда кореги еще не было, как у них челюсти падали в тарелки. Поэтому вот возрастной цензор был разным. А к чему и начинать нахуй рассказывать? Ну, это мы перешли от того, что вот про Заура. А-а-а... Видишь, я как рыбка дуря, я потеряла нить. Я тоже. Про Заура. Короче, я хотела, чтобы... Почему... Там вопрос был, почему меня Заур не убил, когда я села ему на коленке, выступая в ресторане «Сангейт» на новогоднем корпоративе? Он по сценарию должен был убить меня нежно, но когда я села к нему на коленке... Он немножечко растерялся от счастья и забыл меня убить. А-а-а... Понятно. Он охуел, я думаю, даже. Да, да. Так, дальше. Слушай, так, про квартиру я спросил. Сколько там вопросов уже было? Ой, народ, бишь, умоляю, расскажите про Шуру. Друзья мои, первая начала работать с Алладурочкой Беранже, а с Шурой это Алладурочка. Да. Ты ж помнишь. Я и Кир Саландж. Да. Ну, а потом я сменил вас на боевом посту. Нет, потом, подожди, потом была Шарлотта, а потом была ты. А огненная леди? Не, огненная леди, она вообще это... Она в циркусе тусила. Не, она была такая, знаешь, она думала, что она такая артхаусная чувиха. Ну, ребят, я, я, лично я, я застала уже счастливые, хорошие, спокойные времена, когда уже баба Шура перестала хуячить по черной. Это все досталось на плечи Алладурочки с белыми горячками. Нет, тебе, у тебя были страшные времена, и у меня были страшные времена, потому что в твои времена Шура зарабатывала по 30 тысяч долларов в день, и все это прохуяривалось за одну ночь. Потому что он зала. А я застала страшные времена, потому что, когда я с ним работала, он заболел раком, и мне приходилось клеить ему реснички, у него не было волос, он чувствовал себя ужасно, ему было плохо, ему было больно, у него была депрессия. Вот, и поэтому иногда он у меня оставался ночевать. Слава богу, сейчас у... Ты видела, как сейчас Шура похудел? Да, вообще, он прям куколка. Кукла, кукла. Ты знаешь, я, кстати, сейчас вспомнил как раз историю, как я с Шурой, когда работала, я проспала самолет. Алладур там спрашивает, Заза, вы хуячите? Ну, а кто сейчас не хуячит? Все хуячат. Хуячим, вот. А что еще остается делать в наше сложное... Короче, да, у нас были гастроли... Давай, дзинь-дзинь. Давай. У нас были гастроли в Самару. И я проспала самолет. А там было... Ну, как бы... Сейчас я не знаю, я давно уже не была там. Раньше там был один аэропорт на Самару и на Тольятти. И туда просто, ну, летали два самолета в день. Утром и вечером. И я думаю, ну что, полечу, блядь, вечерним. И все, значит, рассчитала. Так. Успеваю. Потом такая думаю, нет, нихуя не успеваю. Потому что даже если меня встретят, я приеду на площадку, и мне сразу надо выходить на сцену. Ты же помнишь, мы все время открывали это. В общем, я беру косметичку с собой в салон самолета. Я читаю и отвечаю параллельно, чтобы тебе не мешать. Да. Я беру с собой косметичку в салон самолета. Сажусь. А сзади меня сидят мужики. Они тренеры юношеской сборной по футболу московской. Ну, как, да вот. Не помню, какой клуб. И они летят, значит, там на это. И они мне, типа, там, будешь пить? Я говорю, давайте. И, значит, а я, ну, они сзади меня сидят. Они мне все время раз между кресел рюмочку протягивают. Я с ними там чин-чин. А параллельно сижу и крашусь. Думаю, блядь, чтобы из самолета сразу выйти уже готовая. И просто, блядь, сразу заскочить в клуб. Одесса, чтобы шура не орала всегда. И вот я, значит, крашусь. И тут в какой-то момент они такие, типа, ну, что, ты будешь? И я к ним поворачиваюсь вот в эту щелку между кресел. Говорю, да. И уже постоянно крашу на это. И они просто такие, блядь. Ну, вначале сидел мальчик такой, одуванчик. А тут вдруг это... И шура тоже охуела, когда меня встретили. Потом подвозят. И она такая на меня смотрит и говорит, ты где красилась? Я говорю, в самолете. Она говорит, ты что охуела? И стюардесса, понимаешь, когда я выхожу из стюардесса. До свидания. Шурой были очень счастливые, веселые времена и гастроли. И с Шурой можно было вообще ничего не делать. Потому что Шура работала в день во всех казино одновременно. В разное время. Это был единственный артист, которому можно было опоздать на 30 минут, на 40, на час. Заза, вы с Татьяной сейчас вместе? Да. Таня! Таня, Таня! Таня, неси закуску! Ой, а про какую, Таня? У меня кошку Таня зовут. А, у тебя кошка теперь? Таня! Таня! Таня, Таня. На-на, знаешь как? На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Ой, не, на-на-на, она не понимает. Она, наверное, в спальне закрыта. Так, что у нас еще? Так, какие у нас еще были вопросы? Были вопросы. А, ну, был вопрос. Типа. А кем мы были у Шуры-то? Ребят, все было очень просто. Я объясню. И, ну, давай уж закончим с Шурой, поставим точку. А кто такой Шура? Здрасте, блядь. Шура это от сумели летние дожди. Но сказала мне дожди. Ох, я какая-то ебаная дура. Блядь. Так как артистке нужен был допинг всегда, концертная программа артиста Шуры строилась так. Он пел четыре песни, потом выступала травести артистка. Он переодевался в другой наряд, пел четыре песни, выступала травести артистка. А за это время он выпивал винишко красненькое с глинадином и там курил сигаретку. Да, сигаретку. О, тихо. Сейчас заблокируют нас. Потом пел еще четыре песни и ты выходила на последнюю песню и на поклон. Все. Три песни в программе и двенадцать песен у Шуры. Потом быстренько собирала костюмчики, садилась в лимузин и с Шурой ехала в соседнее казино. А нас спрашивают, вы выступали в клубе Метелица? Умоляю, это был наш родной дом, второй. Мы ходили туда на завтрак. Рядом же находились Черный Лебедь и Метелица. Мы выступали во всех казино. Во всех казино, которые были... Golden Palace, Кристалл, Метелица. Что еще было? Угу, что мы выступали не только на территории Москвы. Не, я просто имею в виду, что вот в Москве, которые самые топовые были, мы везде выступали. Пишут у Шуры двенадцать песен. У Шуры двенадцать альбомов. Алло, проснитесь. Конечно. Что вы несете? Вы должны нести радость, любовь. Да. Ребята, если вы в будущем будете на гастролях в Майами, очень хочу на ваше шоу. А кстати, а на вопрос ты забыла ответить. Смогла ли бы ты провести свадьбу в Майами? Да, вот ты сейчас сказал его, и я тоже вспомнил это. Конечно, да. Вот. Но я бы, конечно, у меня есть еще более такой желаемый вариант. Я бы еще лучше вышла замуж в Майами. Там же слепые уже разъехались из Майами все. В смысле слепые? Ну, потому что тут пишут. Что? То ты похожа на очень с плохим будущим девушку. Заза, ты в трениках? Нет, я в шортиках сейчас сижу. А, кстати, пока ты пиздела, там тебе сделали охуенный комплимент. Да, какой, блядь, что я Алена Апина? Нет, там написано, что вы недавно поздравляли с днем рождения свою маму и выкладывали ее фотографии. Мы можем вам сказать, что вы как декапли, как родные сестры. А мать-пу тебя красавица. Да. Мать-пу тебя красавица, поэтому... Марина, помнишь же, она же у меня была любительница по гей-клубам походить. Да. Ну, а кто не любил? Все любили. Бабушку даже затащила. Помнишь, помнишь, как в замке вкуса была, то ли она бухгалтер была, помнишь? И она рассказывала, что ее сын очень известный будущий фотограф, и он помогает, он сейчас ассистентом работает у Севы Галкина. А ты ей говоришь, слушай, ну Сева Галкин это известный мировой гей-фотограф, его фотографии стоят, блядь, хуй вуду. Ну, он не только гей-фотограф. Да, да. Ну, если ассистент может... Она говорит, да вы что, как вы можете подумать? Он мне вообще по таким местам не ходит. И потом, когда мы все толпой поехали... Да, да, и он там был. И вот это ее сзади подтолкало, она говорит, сейчас я ему в ебу поворачиваюсь, он ей говорит, мама, она говорит, Антон, а что ты здесь делаешь? Он говорит, я с друзьями, а ты, мама, что здесь делаешь? И я с друзьями. Вот так. Слушай, читаю уже пятый раз, отвечу. Спрашивают, Алладора, ты не хочешь снова выступать? Уже в прошлом эфире тоже на эту тему говорили. А говорили уже? Ну да, спрашивали тоже, не хотите ли вы вернуться, там, трам-пам-пам. Ты знаешь, вот ты меня тогда на другую волну настроила. Вот я в тот эфир тебе сказал, что типа, нет, never again, но потом ты мне говоришь, что ты неправильно рассуждаешь. Ты должна рассуждать коммерчески. Заявляешь сцену и хуяришь. Вот сейчас вот да. Ты пошишь мне костюм, если что? Ты с кем сейчас разговариваешь? Ну у тебя же, блядь, свое подпольное, это, блядь... Ателье в публичном доме. В публичном доме, блядь. У тебя там, блядь, эти филиппинские дети. Нет, ты понимаешь, что сейчас, сейчас после этого эфира, тем более потом его будут эти вот кусочек рассылать друг другу во всех группах, люди должны прекрасно понимать, кто нас смотрит, что травести бизнес, это такой стол, где все сидят и кушают. За столом 10 стульев. И вдруг заходит Алладора Беранжей и говорит, здравствуйте. Нет, 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 она заходит и говорит, здрасте, я Настя. Да, здрасте, я Настя, я к вам пожрать. А 11 стул не поставишь, поэтому нужно кому-то встать и сказать, извините, вас подвинули. Кстати, ты знаешь, что вот ты сейчас очень клево сказала, ты же помнишь, да, что у нас с тобой будет в финале разговора блиц-опрос, который мы с тобой должны были подготовить. Вот то, что ты сейчас сказала, у меня как раз к этому, как оказалось, там есть вопрос. Не, ну серьезно, все наши травести, артистки, ныне работающие, все в принципе, я считаю, что конкуренция это охуительная великая сила. Только благодаря конкуренции и вот этому дыханию в затылок ты что-то придумываешь, что-то делаешь, регенерируешь свои идеи, двигаешься вперед. Когда все спокойно и хорошо, это скучно. Ты стоишь на месте. Смотри, там пишут, Эвелина же уходит, вот и стул. Куда Эвелина уходит, я не в курсе. Ну, может, она мусор пошла вынести? А, ну может быть, но она же вернется. Она же вернется, поэтому ты сейчас... Знаешь, я с одной стороны очень рада, если ты вернешься, но с другой стороны я переживаю за своих коллег. Потому что, знаешь, там артистки переживают за свои кошельки, за свои... Ты знаешь, кстати, вот смотри, в прошлый эфир ты мне сказала, что сейчас какое-то невероятное количество травести артисток появилось. То есть чуть ли там не 400 голов. Не, это очень хорошо. Нет, я к другому. А сегодня я читаю один комментарий от человека, который мне говорит, что, типа, почему так стало мало травести артисток? Почему перестали появляться молодые? Да, хуйню несет? Хуйню несет? Конечно. Да? Слушай, вспомнила. В Москве очень много молодых и очень много хороших травести артисток. Вы понимаете, друзья мои, что, как в любой профессии, среди врачей, каждый год выпускается тысячи человек врачами, а работают единицы, потому что все остальное это шлак. Среди поваров, в Москве миллионы поваров, а хороших единицы. Так же и в травести бизнесе, в любой профессии. Появилось за год 30 травести артисток. Три, две, три достойные, хорошие, там, пять, на которых можно смотреть, за которых не стыдно. Все остальное, это такое, знаете, ну, время пройдет и их не станет. Я, ребят, не для этого себя поливала. Нафига оно мне нужно? Время. И самое главное, вы. Не я. Я, знаете, я артистка умная. Я все сделаю вашими руками. Знаете, вы меня там спрашиваете, зачем это, зачем та? Никому пакости не делала и делать не собираюсь. Вы сами уберете ненужных, скучных, неинтересных. Поэтому я даже руки марать не буду. А всем талантливым, всем искроветным. Welcome, Володорочка Беранже. Милости против. Слушай, вы что, уже час проболтали? Да. Ничего себе. Так вот, слушай, я вспомнил еще вопросы. Спрашивали, какой самый роскошный... Давай сначала ты расскажешь, потом я. Какой самый роскошный подарок когда-либо тебе подарил твой поклонник? Можно два, можно три. Мало ли, может тебе подарили, блядь, яхту, самолет там и... Самый роскошный подарок, я считаю... Мне никогда не дарили дорогих подарков. Все ограничилось мягкой игрушкой, дорогой бутылкой шампанского, вина. Ой, не поверю, никогда, никогда. Ну а что мне дарили? Самый дорогой подарок это вот. Это тебе подарили? Да. Она съемная? Да, дура, нет. Гипсокартон? Да, я поменяла свои старые виниры на новый Аймакс и очень счастлива. А, это другие уже что ли? Да. Нихуя себе. Ну вот вспомни, ты знаешь обо мне все. Вот что мне дорогого подарили? Мне это в свое время дарили рендж-ровер. И где он? А где он? Ну я его так не увидел. А, вот так вот, да? Не, ну вспомнишь, как наша одна с тобой подруга Ваганша разводила мальчиков за ключи от машины. А, да-да-да-да. Ой, умоляю, помню. Мальчик бедный пыхтел, нашу подругу трахал, мучил. Потом говорит, на следующий день, дай мне ключи. Нет, не мучил, а мучился. Да, мучился. А на следующий день ему приносит ключи и говорит, вот ключи от машины. Он говорит, а машина где? Он говорит, подожди. Мы договаривались только на ключи. Она говорит, я же тебе не говорила, выеби меня, а я тебе взамен подарю машину и ключи от машины. Я тебе сказала, хочешь ключи от машины? Ты сказал, да. Зина, а сколько зубы такие стоят? Я тебе в директ потом напишу. А вон пишут, что полтора миллиона рублей. Чуть меньше. Нихуя себе, блядь, подарок, блядь. Миллион тысяч. Мне, говорит, ничего не дарили никогда. Это единственный подарок. Я тебе говорю, запроси пятилетнюю карьеру, это единственный подарок. Пиздец. И то, когда меня человек спросил, что тебе подарить. Что тебе подарить, человек мой дорогой. Ну вот сейчас, допустим, там у меня было день рождения, меня тоже одна подруга спрашивала, что тебе подарить. Я думала, 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 думала. Потом думаю, блин, пусть мне подарят, как его, манекен 3D. Это как это? Ну ты идешь, едешь специально на фирму, становишься в капсулу. Тебя по точкам 3D снимают. И потом из поролона выливают полностью твою фигуру. Со всеми прыщиками, со всеми складочками, со всей хуйней. Знаешь, как только что меня назвали? Элладора. Элла. А помнишь самое смешное, как меня называли когда-либо? Нет, подожди. Диан, кинобабушка, как тебя зовут? Калаварадорочка. Калаварадорочка. А Сильва была цаца. Цаца, да. Ох, ка цаца. Я была калаварадорочка. А еще меня называли... Одна меня... Подруга Оли Хмели-Сунели. Она меня называла лабрадора. А потом от этого лабрадора пошло лаборатория. Лаборатория. Так. А, так, короче, про подарок спросила. А ты не ответила про свой дорогой подарок? А, ну, слушай, после таких зубов я просто нищебродка. Ну, зато у тебя было других много подарков. А я тебе говорю, у меня только цветы. Какие? В смысле много других? А дорогой парфюм? А золото тебе дарили? Ну, мне золото не дарили. Ну, подарили. Ну, когда ты с цыганом жила. Вспомни, он тебя от матери всегда привозил. То коробочку с зубами чьими-то. Мне самое дорогое, что мне подарили, это был браслет с черными бриллиантами. До сих пор у меня. Даже, даже вот... Ольга Мауи. Я уверена, что мы на нее насрали. Ольга, мы на вас не срали. Нет, Олюшка, девочка моя, ты что, нет, за что? Мы даже не посмели бы. Заза, у тебя в Майами русский любовник живет. Зачем она сейчас про это пишет? Пиздец, блядь, да? Вот так сейчас на всю страну контору спалить. Вот скажи еще. Меня потом Фролов убьет за это, если кто-то в эфир это выложит. У тебя есть... У тебя был когда-нибудь прям такой самый назойливый и прям вот... Ну, какой-то вот прям настырный поклонник, которому вот ты никак не отвечала, а вот он прям доебывался. Нет? Ну, ты представляешь, мне доебываются, а я не ответила. Ну, ты сразу отвечаешь. Ну, ты сразу, да, отвечаешь. Ну. Да. У меня был, знаешь, какой случай один? Я уже давно контактом не пользуюсь. И, значит, ну... А там у меня как раз вот страница Алладоры. И как-то я захожу туда и, ну, просто не знаю почему, открываю сообщение, и там сообщение от какого-то чувака непонятного. И написано, ну, просто, ну, просто привет. Ну, я отвечаю, привет. Я пишу, привет, приветики, прив, прива. Нет, нет, нету никаких. То есть варианты только привет. Привет, прива, прив, приветики. Это один и тот же, у меня тоже такое есть. Да? А потом, я говорю, и там вот такой вот список вот этих приветики. Я делаю скриншот, ну, и просто так, думаю, ну, поржать, размещаю на фейсбуке. Типа, смотрите, говорю, какой это человек, который хочет общаться. Знаешь, что мне пишет первый мой друг? Он пишет, сука, ответь человеку. Конечно. А там просто на полгода. Приветики, привет, прива. Ой. Так, что, пьешь? Друзья мои, ну, выпьем чуть-чуть. Заза, ты лично с Пугачевой знакома? Да. И я тоже знакома. Нет, мы с ней даже пели на дне рождения у Валентина Юдашкина вместе. Алладора спрашивает, вы выступали в термосе? Конечно, и Заза выступала в термосе. И буду выступать, и Алладора будет выступать. Все там будем выступать. Да? Все там будем. Ребят, я просто хочу. Все там будем. Алладочка, я хочу нас с тобой оправдать, потому что люди пишут, ну, некрасиво, типа, ребят. В смысле, я некрасивая? Не, некрасиво, что мы пьем в эфире, типа, пропаганда алкоголя. Ребят, мы с Алладорой это делаем не каждый день. И вам советуем. Завтра праздник. Праздник Великой Победы 75 лет. Можно сегодня выпить, завтра нахуяриться в связи с такой годовщиной. Поэтому мы сегодня с Алладорочкой пьем от счастья, что мы, наконец, я увидела Алладорку, она увидела Заску. И мы никого не спаиваем. Если вам не хочется, вы не пейте. А мы тяпнем. Тин-тин. Тем более, я последний раз пила. Вчера. Нет, нет, не вчера. Ну, это я напиздела. Я последний раз выпила, когда была в эфире с клубом Кабаре. Нет, после этого. В пятницу, в субботу, в субботу, второго числа. А сегодня восьмое, шесть дней не пила. Ты меня не слышишь? Угу. После этого ты была еще в эфире с этой, с Асей. С Асей я была в пятницу, а с ними я была в субботу. С Асей я выпивала, и с ними выпивала, и потом больше не выпивала. Все, точно, я перепутал. Ты сбыла какая пиздоболка, такая осталась. Я не пиздобол. Ты меня всегда грязью поливала. Не правда. Не правда. Я всегда тебя выгораживала. И всегда, всегда хотела, чтобы у тебя... Как только ты видела приличного поклонника, который ко мне шел с цветами, ты говорила, ой, вы не подходите, она сегодня болеет, они не в духе, давайте я сам себе их домой заберу. Тем более, на эти розы у нее аллергия. Конечно, потому что ты могла сумочкой железной отпиздить. То нечаянно было. Нечаянно? Да? Юриста, блядь, Москвы отпиздила. Тихо. В смысле тихо? Люди хотят истории. Люди хотят истории. Это плохие истории. Люди потом останутся обо мне, что я могу избить сумочкой. Я сейчас вообще без сумочки хожу. Заза Киркорову сшила костюмы. Ты сшила Киркорову костюмы? Нет. Нет. Филипп все покупает. Да, у Филиппа все. Филипп Плейн, Дольче Габбана, Гайгой Махачкала. Ты дурак. Ну что? Ну, я хочу марафть, Махачкала. Там, кстати, хорошие рынки в Махачкале. А, ты была? Да. А, вспомнилась, одни было еще. Ну ладно, не важно. Я пью Джеймисон виски. У меня все остальное покончалось. Я пью водку. Вон, Танюха и Толстуха пишут. Цветы мне, мне, мне. Я артистка. Цветы какие? Сочи, помнишь? А целый пласт в Сочи. В Сочи, точно. Помнишь, мы шоу «Толстушками» ездили на все лето и работали в самом дорогом отеле города Сочи. И не одно лето, кстати. И не одно лето. Гостиница называлась «Рэдисон Сасс Лазурная». А вспомни, кто у нас работал на разогреве все время. «Блестящая». Кристина Арбакайте. «Маршал». «Гости из будущего». Да. И многие, многие... «Группа «Динамит». «Дина» и «Мит». Я не помню, что за группа «Динамит». «Динамит». «Три пацана». А, да, такие, да, вспомнила. Да, молодые. Да, 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 да. О-о-о-о. А «Толстухи» работали наверху в стриптизе. А мы работали в казино. Не, мы работали с тобой в ночном клубе. В казино там не было, да, сцены. Здравствуйте, было. В казино Ася работала. Да. Расскажите про Ксушу Спермагонцеву. Мы не хотим вспоминать, мы ее выгнали из нашего коллектива еще на начальной сети. Умоляю. Расскажите про Сашу Кро. Не знаю, кто это. Аладора, а твоя подруга Тина, она гастролирует? А кто такая Тина? Тина, но которую ты красишь. Канделаки? Да. Тина Канделаки гастролерша. Умоляю. Я знаю только двух Тин. Тину Канделаки и Тину Кузнецова. Господи, Кузнецова. Вы помните Екатеринбург? Конечно, кто не помнит Екатеринбург? Все помнят Екатеринбург. Я Екатеринбург каждый год вспоминаю. Раньше у Димки Табуева в диване. Теперь в других клубах. Так, а подожди, давай сейчас еще вспомню по вопросам, чтобы потом люди не обиделись. Ты в конкурсах участвовала в каких-нибудь травести? Нет, никогда. Я всю жизнь их вела. А хотела когда-нибудь? Ну раз вот, прикинь, чтобы на тебя... Хотела, хотела, хотела. Потому что, нет, я хотела не корону получить, а конкурс, любой конкурс. Я не знаю, может, ты сейчас можешь меня перебить и поправить. Это подготовка. Это мобилизация всех твоих мыслей, мобилизация всех твоих природных данных, твоих возможностей. И к любому конкурсу должна подготовиться в костюме, в парике, в макияже, в хореографии, репетиции, музыка. Ты вот все продумаешь. Для меня важен процесс подготовки. Понимаешь? Да, да, да. Когда я веду любой конкурс, даже... И вот этот нервяк, нервяк такой. Да, да. Даже когда я веду, допустим, в Сочи или в Питере конкурс, я все равно готовлюсь. Я специально конкурсу шью платье, потому что для меня это тоже конкурс. Я никогда не везу старые платья. У меня всегда на всех конкурсах только новые. Вот сколько выходов, всегда новые платья, потому что я понимаю, что для меня это тоже определенный шаг. Я к этому готовлюсь. Никогда не участвовала, но вот хотя бы так. Ну, я участвовала. Я вот, я в первый год, как только начала всем, ну, как бы, выходить на сцену, в первый же год я вышла на первый конкурс «Мисс Шанс», и я стала «Мисс Шанс». Ну, единственное, знаешь, что тогда было неприятно? Что тебе пришлось переспать с Чаплиным? Нет, ну, не то, что неприятно, а немножко какой-то вот, знаешь, у меня так вот предыдущий «Мисс Шанс» была «Варвара Странжей». О, ну, это круто. Конечно. Что, вы достойные соперницы, Варька? Но, знаешь, что она... Вспомни, как выглядела Варька. Она всегда себя шила костюмы, у нее были охуенские корсеты. Она охуенная, я ее обожаю, она всегда была, знаешь, на такой волне, какой, блин, как же эту... Нет, у нее был... Как она начинала свое шоу? Ха-ха-ха. Хай-ха-ха. Ха-ха-ха. Да, она такая всегда была, ну, на каком-то, знаешь, как будто бы героиновый шик. Такая, знаешь, что... И знаешь, что она сделала? Твой момент? Нет, она подходит, ну, когда конкурс закончился, там все это, подсчет очков, там, дра-та-та, пауза, там, готовит выносить призы. Она подходит ко мне и говорит, ты должна быть сейчас готова, потому что корону вручат тебе. И я, знаешь, и я так обломалась, потому что, ну, я хотела, чтобы вот я услышала вот это имя со сцены, да, что, типа, там, победительность... Волнение, да, называют фамилию, назовут ее, назовут ее, назовут ее. А она подошла, блядь, и спойлерша. Но я все равно ее люблю, она Муся. А ты смотрел ее новое шоу? А, частично, да, я видела. Ребят, если вы найдете новое реалити-шоу Варвары Странжей, посмотрите, это, блядь, бомба, которой подобных проектов пока не было еще ни в одной стране мира. Пусть давай какую-нибудь еще историю вспомним из «Райских птиц», чтобы разбавить. А вот спрашивают, Алладура, вы когда-нибудь работали с Гогеном Солнцевым? Нет, однажды Гоген Солнцев спиздил мою фотографию и туда в нее вставил свое лицо. Ну, ему можно. Это было очень смешно, блядь. Ну, если бы у тебя не было с ним отношений, понимаешь, ты сама ему поправь не рассказываешь. Ай, Ваня, остановись, а! Стой, стой, вот на этом остановись. Так нельзя было рассказывать сейчас? Это надо вырезать будет, в смысле, какие отношения, ты что? Ты мне рассказывала. Зачем ты меня так порочишь? Что я сделала тебе? А что здесь такого? Чего он яркий, самобытный, ты охуительная. Мне кажется... Самобытный, умоляю, Гоген Солнцев. Самобытный. Представляешь, трио Гоген Солнцев, его мама и я. Ой, прикрк. Какая мама, это жена его. А, жена, да. Слушай, а ты вот так вот сделала, как будто бы, блядь, мы не увидели, что ты выпила, пиздец. Я в носу поковырялась. Да ты хотя бы из кадра вот так вот, блядь, вышла бы. Прилегла бы. Ой, умоляю. Вот ты бы сейчас не акцентировала внимание, никто бы не заметил, понимаешь? Тут же отомстила мне за Гогена. Ну, желаю и желаю. А что? Ты мне, я тебе. Пинг-понг. Да. Зазы, верните на сцену Алладору. Господи, это все в ее власти. Послушай все в моих руках. Мамаша Кураж, да, живет уже несколько лет в Израиле, выступает. Мне рассказывала Фридо Бакс про это. Яночка, привет. Обожаю. Какая Яночка? Это подруга моя. Мой бывший фитнес-тренер, который мне накачал охуенную попу. Так. Гуля 6447 пишет. Гуля, а почему без нас пьешь? Что такое, блядь? Там есть, Аннетка спрашивает, куда делась моя коллекция хуев. Я вообще эту коллекцию хуев не собирала. Помнишь, что такая была программа «Секс антиза Чеховой» на ТНТ? Да, конечно. И мне позвонил Денис Коморозов и говорит, давай мы снимем у тебя сюжет, как будто ты коллекционируешь хуи. И тебе поклонники на каждых твоих концертах дарят, 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 дарят. Они привезли три коробки хуев, расставили у меня по всему дому. И я как будто бы рассказывала, что у меня такая охуенская коллекция хуев. Этот заговоренный на счастье, этот на удачу, этот на любовь, этот на деньги. Ходила, рассказывала. Потом они все хуи собрали, уехали, и это показали по телевизору. Ну и люди поверили, что я собираю, коллекционирую хуи. И на каждом концерте мне стали дарить. Я привозила домой опять. Хуи, 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 хуи. Я их стала распихивать. А потом собрала в коробку и отправила маме на дачу. А с собакам какая разница? Хуй или косточка. Кинула хуй, беги, играй. Умоляю, а представляешь, если вот их в комнате выставить, и можно назвать. Вот это моя хуевая комната. Заза, вы дружите с Андреем Малаховым? Да У тебя Хуями в итоге покрыли? Покрыли Покрыли Скажи мне, а у тебя Было когда-нибудь такое вот Ощущение, что ты Над своими Зрителями Властвуешь, знаешь, как Кашпировский Ну, типа, вот, блядь, что им Раз, там, жестами Покажешь, они хуяк Нет, ну это надо в какой-то секте выступать У меня такого опыта не было Ну, как не было? А что? А в какой мы секте выступали? В Доме-2, что ли? Нет Ну, вспомни, мы выступали Помнишь, у нас был Как раз тот период Когда мы в рекламе А у нас Новый год И мы выступали Шли вот эти предновогодние Корпоративы Корпоративы Когда мы просто в хвост и в гриву Выебаны И у нас концерт в 10 утра Какая-то пирамида Это самый ранний концерт Был за всю историю райских птиц Типа Ербалайфу или что-то такое было? Это была Мэри Кей Вручение вариантовых шмелей Да И ты помнишь, какая там была? Я помню, что Во-первых Нет, я помню, что мы закончили выступать В клубе Душа и Тело Примерно в 5 Часов в 6 Мы собрали костюмы А в 9-8 надо было садиться Уже снова на грим И поэтому мы пьяные Ну, не пьяные А еще помнишь, когда Уставшие Уставшие чуть-чуть Когда начинали краситься А лицо просто Вот так вот делало Потому что Типа просила Остановитесь И прибегала все время какая-то женщина Вот с такой бобетой На укладке И говорила Вам чай, кофе? Мы говорили А водка есть? Да-да-да-да Она говорила Так утро, 8 утра Я говорю Мы говорим Ничего И я помню Тогда этот концерт Ну, там у них было Какое-то вот это вручение И концерт была Подожди, да я скажу зрителям Ребят, это был Это было не казино Это был не ресторан Это был Концертный зал Измайлова А, консертизал Измайлова Есть концертный зал Измайлова Огромная сцена Полторы тысячи посадочных мест И все места заняты зрителями Потому что это вот Ну, не секта Это как называется Это Ну Группировка Группировка Мэри Кэй Мэри Кэй Мэри Кэй И они, значит У них подведение итогов Вручения шмелей Они все наряжные В 10 утра Сначала выступал их президент Говорила Молодцы Мы все в этом году Очень много продали Наши продукции А сейчас для вас выступают Райские птицы Нет Не она У них ведущая была Вспомни Анна Николаевна Шатилова Да-да-да-да Просто великая Это Диктор телевидения И радио И она Ты помнишь, как она вышла И такая А вы помните Эту знаменитую фразу А у нас Новый год И вот в этой своей Такой академичной Значит История Объявляет Нас четверых Которые такие Вот И в общем В общем Мы выступали Выступали И в какой-то На каком-то из Один номер был Я не помню Какую-то я подвижную песню Ты пела эту самую Валерию Да? Ты где-то там За горизонтом Нет Ты пела У тебя нарезка была Метелица Метелица Ну в общем Что-то было такое Да, там была метелица И все это А тяжко же Еще эта блять Шуба ебучая Жарко блять Все течет Алкоголь выходит И просто Ты блять не понимаешь И вдруг В какой-то момент Давай Я буду зрителем А ты будешь Ладурой Беренджи А я как будто бы Зритель Который сидит в зале Да И ну И я значит Пою в одну сторону Пою в другую И пошел проигрыш И я так раз Делаю в зал И все зрители Вскакивают И начинают Я испугалась Потом делаю так Типа Они все раз И садятся Я вошла во вкус И как начала Их хуярить Вверх руки Они все Спокойно Они раз садятся Вверх руки Они раз И это было так весело Это было очень весело Вот поэтому Я у тебя и спрашиваю У тебя было Когда-нибудь чувство Что ты вот У меня нет У меня нет То есть сексуальной магии Как у тебя Да У меня нет Мне кажется Что у тебя Гораздо больше Знаешь мы сейчас Как это Петушка хвалит Кукуха За то что Хвалит Уха Муха Уха Какой Что Какой Что Кто Какой Самый Странный Подарок От поклонников Самый Странный Самый Странный Какой у тебя Был Хуи ей дарят Господи Орешься Я же наливаю Себе Что ты Слово Хуи Испугалась Ты громко Крикнула Ой Ну Блядь Приезжай Я убираю У меня Таня Насрала Вон Прихожей Блядь Что ты орешь На нее вообще Нельзя орать Танечка Иди сюда Таня Таня Господи Ты ей как Как будто Лошадь зовешь Мы хотим Любимую Песню вашу Ой Тони Вечер Тони Ой Вообще У нас Вы знаете У нас В коллективе Райские птицы У нас была С репертуаром Не было проблем Проблема была в том Что на все корпоративы В принципе Люди хотели Одни и те же номера Да Поэтому Вот номер Саши Ты помнишь Наши встречи Это шедевр Я думаю Мы с тобой Его отработали Ну примерно Столько же Сколько Ирина Александровна Аллегрова Спела С днем рождения На русском радио Нет Нет Я думаю Не день рождения А знаешь что Угнала Тебя угнала Кстати И поэтому У Гельки Была Червона Рута Императрица Червона Рута У Сильваны была Прости я Больше не твоя Не надо Сэн Не надо Слов Ну и конечно Барбара Стрейзен Люди Люди пишут Идите на третий час Пожалуйста А что у нас Второй заканчивается Да Серьезно Подожди Я за запивочкой Сбегаю Спорь что-нибудь дальше Ты же знаешь Что я Вживую Могу только в дуэте Прости я Больше не твоя Давайте Может быть Я успею У тебя Профессиональный свет Когда запивки нет А пива есть Виски Можно пивом запивать Ты ебанулась Лучше не буду Правильно Умоляю Просто Смешение вкусов Пива И это В общем Я просто спросила Ну хорошо Я не оскорбляю Я просто спросила Номер императрицы Аллегровой Номер императрицы Аллегровой Это был номер Гертруды Вы что-то путаете Коронкой у Алладуровки Беранже Была Людмила Марковна Мандарины и апельсины Да И еще Ты что Еще у меня была Звенит январская вьюга Хохочет наша подруга Это который замок Замок от пизды Да У нас иногда было такое Замок от пизды Ведь никто же не поймет Что это значит Ты помнишь Это Павел Анатольевич Там есть В песне текст Я тебе ключи Оставлю От своих дверей А Павел Анатольевич Однажды просит Говорит Можешь спеть Вот эту песню Про замок от пизды Ну и так же Песня Хочешь Людмила Марковна Ее называли Спой мандарины и апельсины Ты говоришь Павел Анатольевич Я же уже ее три раза спела А спой еще три раза Спой еще раз Даже когда я уже умывалась Он говорит Просто надень накидку И спой мандарины и апельсины У меня больше нечем У вас было что Спрашивают Зачем запевать У меня больше ничего Заза Заза Алладора У вас было желание играть в театре Мы играли в театре У нас было желание играть в театре И мы играли И мы играли Мы это желание В своей жизни Исполнили Знаете ли вы о Петрова Какого Петрова Андрея Петрова Конечно знаю Андрюша Недавно с ним созванивалось Все у него хорошо К сожалению пока на Бали И вернется только в августе Так Что Еще были какие-то вопросы Вот сейчас вот Передайте пожалуйста Привет Нижнему Новгороду Алладоре Беранже Все-таки это ваша родина Да Нижний Новгород I love you I want you I need you Фали-фали-фу Болосный Алладорочка Расскажите про клуб Птюч Господи Ну я в прошлый раз рассказывал Ну откуда меня забрали В ментуру Ну за фальшивые документы Вот Умоляю я Как это Как это Ну что Ну я В клуб Птюч Был хороший клуб В который Ну мы любили ходить А я там ни разу не была Ну потому что Ты еще тогда в Москву не приехала Это что вообще было в лохматые Это был 96-й год Я уже в Москве была Ты была в Москве? Да В 96-м Да Ну познакомились просто Мы только в 98-м Да Познакомились позже Да А помнишь как это Мы с тобой познакомились И на следующий день Ты пришла в такой В белом Такой хуйне Все перемотанное В таких белых резиночках И у тебя был Такой Все в шпариках ходили А у тебя были свои волосы собранные И такой тоненький Шпот Торчал И мы с тобой на крыльце Встретились Я говорю Блядь Какие у тебя хуенные волосы Я так собрала И реально был такой хвост Очень хорошего качества И я такой резиночкой Резиночкой Я же вижу, что там ни шпилек Ничего И думаю Блядь Какие у девки волосы красивые Это было как раз В Черном Лебеде Возле Черного Лебедя Ты с Гельки приехала И я говорю Это мой Я говорю Да не ври Ты говоришь Да вот смотри О, о, дергай, дергай Раз И он у тебя в руке остался Нет Не так было А как Ты говоришь Накладной Я говорю Это мой Ты не ври Я говорю Ну дерни И ты такая Аккуратненько Раз Раз Я говорю Ну сильней Ты такая Раз Раз Господи Ну смотри И такая Просто блядь Хвост Хвост в руке Остается Да, да, да Ой Какого артиста любите Мы любим Ты какую музыку слушаешь? Ой, Мусь Ты что Я слушаю вообще любую музыку Это зависит Блядь От состояния Зависит Я слушаю и классику Я единственное Что не слушаю Я не слушаю Прям вот Какой-то такой Прям Хэви метал Да Ой А так я слушаю Я и джаз люблю Я люблю попсу Я люблю Фанк Я люблю Классику Я В этом плане Я меломан Как? Очень хорошо Зазы подрались с ментами Нет Полиция никогда не вступала В конфронтацию А вы, Алладорочка? А помнишь Нет Не мы А помнишь Сильва Нахуй посылала Менток Нет Не так было После моего дня рождения Да Мы его отмечали В клубе у Чаплина На площади Ильича Шанси Да Еще тогда На площади Ильича А потом А Сильва говорит А я еще А Сильва напиздила Бутылки под стол У Сильванова Бонини Была проблема Что она Если вот столечка И полбутылки Вот столько остается Больше Пока она все не допьет Она не успокоится И мы только что Умылись Помнишь Сели в привате Стали смотреть фотографии Заходит охранник И говорит Там менты пришли И Нет Нет Мы уже вернулись Все в черной лебеде Да Мы уже в клубе были Да В черном лебеде И лежали Смотрели наш концерт Фотки Да Приходят охранники Говорит Там пришла милиция Вызывают кого-нибудь Из начальства Я говорю Ну ты врешь Я пошла Выхожу Он говорит У вас работает Такая крупная артистка Я говорю Да Он говорит Она лежит на Арбате Заплатила за парковку Лежит на парковочном месте Перед Заплатила за парковку Перед казино Ангара А время зима Пиздец 15 декабря Мы пока туда добежали Уже с казино корона Вызвали скорую И милицию Она сбила Там вот эти Два парковочных столбика Да Упала Ободралась Спину Спину Бок Все это Значит Я давай упрашивать Чтобы Милиция Говорит Мы заберем И вытрезвители Я говорю Не забирайте Я денег Мы не сможем Потому что И скорая Оформили Да Вызов Да Уже вызов пришел Нам надо кого-то привезти А она накрашенная Она говорила А я говорю Давайте Ну сколько Чтобы решить Денег Они говорят 100 долларов Да Пошли они нахуй Ебала я их в рот В итоге Нашу куколку Забрали Вотрезвители И мы все Потом с Аладориком И с Гелькой Переживали В женский ее посадят Или в мужской А помнишь Когда ты за ней С утра пошла А она плакала Когда она за тобой шла Ты ей принесла дубленку Она в этом платье Блять В блесточном В дубленке Без парика Вот так вот Идет за тобой И такая Господи Задочка Прости меня Не ругай пожалуйста Прости меня родная Пожалуйста Не ругай Это нет И помнишь И мы зашли в черный лебедь И ее начали поварить И сразу Господи Родная Ты наша Бедная Отпаивать супом Нет У меня никогда конфликтов С органами власти Не было И слава богу И надеюсь Не будет Мне с ними Делить нечего Ну да Что у нас там Вопросики 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 Что там с коронавирусом С каким коронавирусом Вы что С ума сошли Первый раз слышу Расскажите про коронавирус Про какой Про коронавирус Про коронавирус Про коронавирус Про законаравирус Блонди сделала обрезание? Ребят, ну зайдите Блонди в эфир. Она все только сейчас показывала фотки. И шкурку она у нее здесь в амулете висит. Она сейчас спрашивает, почему у девушки снизу мужской голос? Ну, блядь, вот так вот получилось по жизни. Алладора. Алладора, ты выступала в Казахстане? Мы же были в Казахстане. В Алматы, да, мы были? Или в Астане мы были? В Алматы. Меня там человек постоянно спрашивает, помнишь ли ты клуб «Третий путь»? Что за клуб? «Третий путь»? Я про такое не слышала. Нет, я помню клуб «Лес». Ну, это вообще было такое... Ну, то есть просто... Там все в астрал уходили все время. Как помнишь в Индии вот эта баба, которая... Айваска! Айваска! Да-да-да, Боня, Боня. Айваска и Боня. Дорогие мои любимые, для тех, кто только что присоединился, Антон, вот это пишет. Так странно, впервые вижу эфир за Зенаполи, всегда всех ее героев знаю, а тут вижу этого человека впервые. Для тех, кто видит даму в черном венке впервые, это... Одна из четверых райских птиц. Ну, я же должна людям пояснить. «Третий путь» — это магазин. Да, это... Я туда часто хожу и делаю там фотографию своей кармы. Ой, то есть не кармы, а ауры. Блядь, какой кармы. Что я несу, блядь? Тупая баба, блядь. Подожди, «Третий путь» — это когда тебя несут в гробу по узкой улочке, а потом... Нет, нет. Есть такой магазин «Третий путь». Типа андеграундный какой-то? Ну, это, да, там всякие благовония продаются. Денечки. Да-да-да-да-да. И там есть такая женщина, Жин-Жи-Жи. Такая Жин-Жи-Жи сидит. И она делает фотографию твоей ауры. Третьего пути? Ауры. Ауры, поняла. Тебе надо, кстати, сходить с фотографией. Ой, я такое не люблю. Ой, блядь, пиздец. Простите. Ты знаешь... Нет. Ага. Я гадалкам не верю. Я тоже. Я гадалкам не верю, но вот, допустим, «Битву экстрасенсов» я всегда смотрю как сериал. Я смотрю завороженно, потому что я не знаю, что будет дальше. Мне интересно смотреть на... Потому что я понимаю, что в «Битве экстрасенсов» все истории – это реальные, настоящие. Мне интересно смотреть на реакцию людей, мне интересно смотреть на актерскую игру этих шаманов, колдунов. Но ты знаешь, вот человек, которого Алка Бадиева приводила тогда на Курскую к нам, который нам по руке гадал, мне не гадал. Ой, вот это... Ну, он же все правильно сказал. Ну, да, ты знаешь... Ну, вот если бы он не гадал, может быть, всего этого и не случилось. Конечно, потому что это сработала психосоматика. И Геля, Геля просто, она не то, что... Когда он ей сказал, что ты, типа, там, вот умрешь во столько-то лет, трам-пам-пам, и она, она как будто бы сама себе сделала эту установку, что вот в этот год я должна умереть. Нет, Вода... Нет! Да? Она не хотела, вспомнила. Она могла, она мне могла позвонить, сказать, ты можешь мне привезти сигарет и что-нибудь пожрать, потому что я боюсь выйти на улицу. Она себя до такого загнала. Ей казалось, что ее пырнут на улице, что ее собьет машина, что она попадет в аварию, что она упадет из окна. Она боялась всего потом уже. Да, 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 да. Ну, фобия. Да, мы смотрим с Алладора Великолепный Век, поэтому Алладора сегодня у нас в ободке. Я не смотрю Великолепный Век. Нет, а ты смотришь? Смотрю по субботам. Забыла, блядь, имена. А что такое Великолепный Век? Это же... Сириал турецкий. Хюрем Султан? Да. Там костюмы красивые, интриги, как у нас в Трависти Бизнесе. Все по-настоящему. А был ли у вас богатые поклонники, которые для вас заказывали какие-то праздники или подарки делали? Конечно. А то. Гертруди Васильевне, покойница, был один поклонник, который от нее не хотел ничего. Он был женат. У него был такой фетиш. Он платил ей две тысячи долларов, чтобы она в женском приезжала, ее привозил в ресторан. Помнишь, этот из Кристалл кличка у него была? Она просто приезжала, ужинала с молодым человеком, но он был не молодой, такой чуть-чуть взбитенький. Она с ним ужинала. Взбитенький. Взбитенький возраст там. Ну такой тычненький. Она с ним кушала, потом ее увозили домой и давали за две тысячи долларов. Были люди, которые снимали целые гостиницы для нашего выступления. Ой, что в нашей жизни только не было. Ты знаешь, на самом деле, когда я пролистываю всю историю, я понимаю, что это не то, что можно написать несколько книг, как Гарри Поттер. Это просто можно блять, ну Санту-Барбару снять. Помнишь, в Риге, когда Коли не было, и он говорит, у нас были, а нет, на Колю были покушения. Помнишь? Человек, который нас приглашал, его хотели убить. Так как он был очень влиятельный человек в Прибалтике, и Коля говорит, сейчас стопудово люди, которые приехали ко мне в гости, райские птицы, на них тоже будут какие-то наезды. И он сказал, помнишь, у нас эти менты, нас, мигалки, автобусы. Да, да, да. Перебегаем из одного автобуса, в другое садимся. И он говорит, самое главное, целая куча автоматчиков, чтобы ни одного волоска с этих проституток не упало. Коля вообще золотой человек. И помнишь, мы подъезжаем в гостиницу, дай бог ему здоровья. Мы подъезжаем в гостиницу, помнишь, а чувак открывает дверь у автобуса, а ты сидишь первая. И вываливаюсь. Да, и он так дает тебе руку, а ты так раз, а ноги не выставила из машины на улице, И упала. И аппальт лицом, и все автоматики. И все охуели, пиздец, да, блядь, она убилась. Ребята, ребята, все хорошо. Я завтра замажу, Коля не увидит. Дайте все подъезжаю. Подожди, я вспомнил еще историю про Ригу. Помнишь, когда мы после концерта остались еще, ну там потусовались, и захотели, едем уже в отель, и захотели вдруг резко есть. И говорим, мы хотим есть. Прямо сейчас. И Коля такой, ну давайте вот в Лидо зайдем. Помнишь Лидо? Помнишь Лидо? Просто обыкновенный ресторан. Ну такое, типа... Ну что, Лидо, это мой любимый ресторан. Лидо, Лидо... Это как наши грабли. Я думаю финансовый ресторан. Но только круче. Но все равно, картофельное пюре, ушки, угорь, блядь. И помнишь, мы сидим, значит, едим, когда у тебя был такой длинный рыжий парик, и, ну, ты ела, и волосы все время вот так вот, ну, были в еду, ты заебалась, взяла, значит, так волосы, скрутила их назад, взяла палочки для суши и заколола так. А тут стоял охранник, и у него был детский молоточек, который делал так. И он стоял, сука, все время вот так вот. И вдруг ты, значит, такая сидела, сидела, ела, 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 и потом встала, подошла к нему, и говоришь, можно? Можно? Он говорит, да, конечно. Ты взяла этот молоточек, и ему начала охуярить по голове и говорить, что как ты меня заебал, блядь, уже. А потом, а потом выбежали кухарки и кричали, господи, успокойте эту женщину, она такая крупная, она такая буйная. и ты этим молоточком, как ты заебал меня уже. Так, Писюндра, через 10 минут мы с тобой уже будем прощание славянки делать. Давай, второй час заканчивается? Да. Друзья, хочешь, давай допиздим этот час и начнем третий, и, ну, просто в третьем уже попрощаемся. Ну, у меня еще вот осталось. Аладора, расскажите про участие в интуиции, что это такое? А, я же, я участвовал, помнишь, был такой шоу интуиция? На ТНТ? На ТНТ? Букин, Букин вёл. Да, 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 и я там участвовал. На ТНТ было? Да, я там участвовал, и меня угадывало это, как ее, Сашка, А ты там кем была? Подожди, меня угадывала Сашка из группы Фабрика. А мы же знакомы, Савельева, мы же с ней знакомы, и, ну, как бы, я стоял, меня, блядь, пиздец, меня, конечно, сделали, но ебануться. Ну, то есть, они хотели, они написали травести, но они хотели сделать из меня женщину, но сделали, блядь, реально травести. Умоляю, что за фильтр? Ну, я ищу, я ищу, я хочу вот тоже. Да, ты в поиске. Вот, но Сашка сразу, блядь, это отгадала, а еще потом, когда я, когда я сказал одну фразу, она такая говорит, ну, это либо, говорит, Лиза Боярская, Танюха, так. Слышала, что она сейчас сделала? Пиздец. Короче. У меня не кошка, а зверь, блядь, а мне только что, пишет Андрей Острасев, ты помнишь такого? Конечно, Андрюша. Андрюшенька пишет, передай, говорит, Алладорочке Беранже, что если она решит, решит вернуться на сцену, я в ее распоряжении полностью. Бесплатно? Не знаю насчет бесплатного, говорит, я ее фанат, ради ее возвращения, я готов отложить все костюмы Аниты Цой, Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Димаша Курдрыбы и Мембергенова, и будет шить только тебе. Хорошо. Так. Там вот тебе пацаны пишут, из Ласкай. Network. Что пишут? Привет, Алладорочка, ты выглядишь роскошно. Спасибо. Так. У нас какие-то истории остались нерассказанные? Нет, вроде, все рассказали. Нет, у нас истории нерассказанных. А ты знаешь, ты знаешь, что мне написали, ну, когда вот я написал, что, типа, задавайте свои вопросы, чтобы потом не было проблем. И кто-то пишет, а часть третья будет. И мне хочется сказать, друзья, давайте закончим хотя бы со второй. Ты знаешь, что, я думала, как мы с тобой думали, что этот эфир будет такой завершающий ко всему этому карантину, где мы сможем поставить черную точку, а так нам еще сидеть, блядь, две недели. Ты знаешь, я не то, что думала, я надеялась на это. Я прямо ждала этого, потому что, ты знаешь меня, я не могу без работы, мне нужно что-то делать, я должна быть нужна, я должна быть везде. И вот эта вот самоизоляция меня убивает, меня спасают иногда мои эфиры, меня спасает моя мастерская, я что-то шью, я поношила себе платьев, но я понимаю, где я в этих платьях буду выступать. Муся, когда все закрыто. Ну ничего, у тебя скоро там начнутся вот эти конкурсы, конкурсы будут. Ну для этого должны клубы открыться. Клуб Центральная Станция рассчитывает. Я? Вот смотри, вот. Ну смотри, ну снимут карантин, сначала откроют кафешки на 5 человек, потом на 10, когда откроет Клуб Центральная Станция на полторы тысячи, когда откроют секрет, когда все откроют. Тихо! Заза, замуж, пойдем, пойду. Пойдет? Да, Конаков 4233, сейчас тебе напишу, Конаков. Ты сделай скриншот, а то забудешь. А как? Я сейчас, блядь, я тупая. Запомни, Конаков. Нет, ты не тупая, ты просто глупенькая. Глупенькая. Конаков 4233, запомни, пожалуйста. Конаков 4233. Слушай, хочешь? Так, это не вам я с тем говорю, я о ладоре говорю, потом запиши где-нибудь, потом мне скажешь. Все, вот пишу, Конаков 3233, 4233. Да, это его ник, вы в инстаграме. А я просто, блядь, секретарь, да? Да, и Гуля 6447 пишет, пошли нахуй, ебищи две, долбоебки, заткнитесь, блядь, пидорши, кошмар, я такое читаю. Нет, такого не было. Охуели, с какого хуя вы решили, что это последний эфир? Я приеду и сожгу ваши квартиры, я требую третий эфир, я вам не прощу, я вас буду преследовать в страшных снах. Гулечка, вы что такое говорите-то? Мы сделаем третий эфир, оставьте нам наше жилье. Лучше, лучше за меня, за... Слушай, я боюсь эту... Алладора, я тебе говорю, вот у меня во дворе люди написали на машине, если ты не переведешь деньги, мы сожгем. Сожгли, блядь, машину. И вот эта гуля 6400 пишет, если мы сделаем третий эфир, она, блядь, сожжет наши квартиры. Лучше сделать, блядь, этот третий эфир, нахуй. Так, подожди, давай сначала завершим второй. Вы лучшие, люблю ЗАЗу. Мне вот это нравится, блядь, вы лучшие, люблю ЗАЗу. Пиздец, а я просто как будто бы, кухарка тут. Так, что читаю дальше. Вы лучшие, люблю ЗАЗу. Петрова, пидорак, ругались с Петровым, было дело, все в прошлом, помирились уже. Передайте привет в Киев. Киеву огромный. Алладурачка, ну здесь мы там с тобой уже вдвоем. Я обожаю Киев. И я обожаю. Я так скучаю вообще по Украине, у меня столько там друзей, И, конечно, это все. Не хочу даже говорить об этом. ЗАЗа, когда выйдет твоя новая песня, быть королевой. Ребят, когда закончишь карантин, ну так же, как и я, и вы, мы сидим, и звукооператоры, и режиссеры, и монтировщики. Ой, блядь. Все, кто сводит, все сидят тоже. Что, яйцо, что, яйцо прищемило? Нет, то что у меня, у меня же их не три, как у блонди. Ну? Ну что, ну просто я прочитал статью, и поэтому говорю. Ну она скрывала это всю жизнь. А я пьяная пиздану. А, то есть она скрывала, а, блядь, написали на сайте. Алладора, кто автор сегодняшнего, сегодняшнего мейкапа? Или, или кто-то, нет, это в смысле, кто автор? Алладору Беранже всегда так красит то на контринзе. Да, она моя грименша. Вечная, на веки веков. Аминь. Так, Бусильда, мы пообещали с тобой, что под конец нашего второго эфира у меня будет блиц-опрос. Если я тебя правильно поняла, мы должны были подготовить, а друг другу вопросы, на которые мы с тобой отвечаем да или нет. Десять вопросов. А, десять, а у меня больше получилось. А, ну, просто... Ну, давай, я сколько написал, а ты, а ты десять. Ну, пиздец. У меня, у меня немного, вот. Нихуя себе. Ну, там нет, там не то, что да или нет, а там может быть, например, ты можешь отвечать, ну, как бы, ну, однозначно просто. То есть, имя можешь сказать или что-то, да, но не это. А я тебя не поняла, я задавала вопросы, ну, писала тебе вопросы, на которые ты можешь ответить, да или нет. Хорошо, это, это в принципе будет the same. ой, прости, что я, прости, что я на английском. Одно и то. I'm possible, I'm sorry. Окей, окей, no problem. Yes. Короче, ты начала, но ты должна понять, что ты на... Подожди, а вот, допустим, я тебя спрашиваю, ты Алладора Беранже, ты говоришь, да. А я говорю, ты любишь пить воду, ты говоришь, да, я люблю. Мы можем как-то развивать ответ? Или только да, или нет говорить? Можем развивать. А, можем, да. Если, например, у тебя по твоей ветке прозвучало так, что ты можешь развивать, то да, если нет, то, ну, конечно, переключаем. У меня все вопросы. По ветке? Все по ветке. Я же просто раньше так никогда вопросы не задавал, а ты мне предложила эту игру, я думаю, ну... Да? Ну, давай, то есть у тебя, у тебя прям дерево, да? Ну, Ну, давай, поехали, тогда ты начинаешь. Ты завидывала? Подожди, 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 подожди. А ты должна понять, что у меня, и почему я попросила тебя, чтобы я делала, ну, в конце, потому что у меня финальный вопрос, после которого, ну, чисто, гипотетически. Алло. Да, а что? Ну, у меня такой вопрос, что уже нет смысла продолжать эфир. Все. Это давай выпьем? Да. Ну, у меня тут, я не знаю, я не считала, сколько вопросов, я просто писала, сидела на компьютере, и... Мась, скажи, мы с тобой пошли на рекорд, то есть третий час у нас? Ну, а что остается? Ну, пока не ответим, будем говорить. Да? Ну, а что? Ну, Нет, ну, пусть, но люди устанут, но пойдут там эфиры, куча у кого идут. Сейчас уже нет. Нет, там у Фриды, Бакс идет, да, у многих сейчас эфиры. Ну, все, хорошо. Если кому-то скучно будет, то всегда на нас можно отъебаться, мы никого не держим, мы с тобой... Абсексалютно. Все. Чин-чин, и поехали. I love you, I won't tell you, excuse me, goodbye, ha-ha. Так, жду твоих вопросов. Стелка меня не ругает, значит, сильно не влечу. Умоляю, моя касатка, ты моя касатка. Да это не я. Это Танюха? Где? Таня? Моя девочка, иди сюда, заебала, блядь, рыгает, мердит, сука. Ты завидовала кому-нибудь? Ну, когда-нибудь вообще в жизни? Да. Вот. Ты имитировала оргазм? Нет. У тебя никогда не было? Ну, чтоб не обидеть, мужик. Блядь, прости, как? Ну, не знаю, там, потряслась, постонала, покричала. Да, и ничего не брызнула. Да. Ты уверенный в себе человек? Да. Ты злопамятная? Нет. Ты ходила в церковь женском? Сука. Да. В смысле? блядь, блядь, я думал, ты не вспомнишь. Ходила в церковь женском. Мне кажется, мне кажется, я единственная трансуха вообще в мире, которая пошла в церковь женском. Я приезжаю в Черный Лебедь на работу, кусок бифлекса, и вот, бифлекс, ну, шириной полтора метра, и в середине вырезан кусок. Я говорю, кто это нахуй? Она говорит, я чуть-чуть на Пасху выпивала. Ну, не на Пасху, нет. А что это было? Ну, я просто ехал из клуба. Пьяная. Ну, у нас, помнишь, у нас же тогда у каждого был свой водитель, который из любого клуба нас всегда в любую точку мог отвезти. И я выхожу из Шанса, по-моему, и еду, значит, ну, в такси. А тебя везла кто? Валера с накладными ногтями в нижнем белье? Не-не-не-не-не-не-не-не. Гелькин, Гелькин, который, значит, везет, и вдруг я слышу колокола. Я говорю, что это? Он говорит, ну, утренняя служба начинается. Я говорю, остановись. Он говорит, зачем? Я говорю, мне туда надо. Он говорит, в смысле, блядь, надо? Я говорю, ну, надо. Ну, как бы, я же понимаю, что... Подожди, чтобы гости понимали нашего эфира, ты красивая в макияже, в парике, в платье. Я не то, что в макияже, в парике, я просто, блядь, там, ну, у меня жуткий какой-то развратный костюм, люрексовый, бюстгальтер, длинная в пол с двумя разрезами. Разрезами. Подожди. Подожди. Разрезы начинаются от трусов. Да. И я, я понимаю, что я не могу зайти в церковь с непокрытой головой. И я говорю водителю, а Саше его звали. Я говорю, Саша, у тебя есть ножницы или нож? Он говорит, нож есть. Я говорю, дай нож. Я беру нож и вот так вот половину юбки отрезаю и делаю из нее косынку. И захожу в церковь. Господи, прости, а. И, в общем, и я... Нет, ну ты помнишь, ты зашла? Я стою и начинаю там плакать. Нет. А по-любому, когда в церковь заходишь, всегда хочется плакать. Потому что это всегда, неважно в платье ты, без макияжа, все равно в церкви ты как голая. И ты зашла в церковь и у тебя вот невольно полились слезы и ты стояла, смотрела на... Я стою, я стою и плачу. А ко мне подходит бабушка рядом. Ну она поняла, она подумала, что я проститутка какая. она подходит ко мне и говорит, плачь, дочка, плачь. Он все услышит, все простит, он поймет. И у меня еще больше. Ой, все не могу. Все не плачь. Почему ты про это вспомнила, дрянь? Я не думал, что ты будешь развивать тему и рассказывать, я просто спросил. Да, то есть я просто отвечу, что типа, да, я ходила в церковь в женском, и это... А дальше не буду рассказывать. Нет, Алладорик, все равно он... Он... Бог, он все равно все видит, он все прощает. Ты же зашла с чистыми помыслами. Конечно. Ты же не заходила, зла никому не желала. Ты зашла совершенно искренне, чистая, светлая, настоящая. Неважно, какая ты пришла к Богу. Ты зашла, и слава Богу. Да. Поэтому, я думаю, если вдруг кто-то смотрит на нас, появилось осуждение, ребят, да слава Богу, хоть в таком... Человек может к Богу прийти в чем угодно. По реке, в ресницах. Это точно. Я совершенно... Так, поехали дальше. Да. Так, ты ела в детстве козявки? Да. Ты хотела бы изменить свой возраст? Нет. Ты трогала писью собаки? Нет. Блядь, почему такой вопрос? А у тебя там... Слушай, а скажи, у тебя от этого вопроса ветвь есть какая-то? Просто. Нет, просто. Почему, блядь, вот я, ну там, блядь, писью собаки? Можно узнать? Ну там, клип Филиппа Киркорова Николая Батерогова писью козла. Блядь, писью козла. Ты думаешь, что человек хозяин своей жизни? Да. Ты участвовала в групповушке? Да. И что, примера даже нет. Ну, у тебя есть там ветвь, я отвечу. Не надо. Пожалеешь о чем-то? Да. Ты скучаешь за кем-то? Да. Ты занималась сексом в подъезде? Да. Тебя можно обидеть? Люди могут попробовать меня обидеть, но я не обижусь. Ты завидовала проституткам? Нет. Ты плачешь в подушку? Да. Ты выступала пьяная на сцене? Да. Тропон или Дилда? Одна и та же хуйня. Фистинг это больно? Я не знаю. Ой, блядь, это уже для Панина вопросы. Пошли. А Панин, ты знаешь, Панин же учился со мной на одном курсе. Да, да, поэтому я знаю, что вас много связывало и ты первая нас не связывала. Ты первая его фистовала, ты мне расскажешь. Нет. Ой, умоляю. У тебя все, вопросы закончились? Да. О, ну и так много. Пиздец. А я сейчас прям так быстро закончу. А я буду отвечать расширенно? Ну, хорошо. У тебя был секс со знаменитостью? Нет. А хотела бы? Да. А из мировых с кем хотела бы? Ой, мне много кто нравится. Нет, давай одного. Ну вот, одного. Одного? Со скалой. Слушай, у него такая сладкая это. А дочка, как он ее ласкает, какие он ей песни поет. Он просто, нет, он тебе не по зубам. Другого выглядит. Я не про то. Ну, просто мне он нравится внешне, мне он нравится, вот, какой он в семье, как он общается с женой. Поэтому... Да, да, он просто, просто какой-то невероятный этот папа и отец. Я все время смотрю эти видео, как он с дочкой, так все хорошо. Нет, когда ты мне сказала, вот сейчас я смотрела, вот у меня параллельно по телевизору, Думаю, с Джонни Деппом. Ну, Джонни Депп, блядь, кобель. Потом, нет, потом, думаю, который, знаешь, все время плохих играет. Как же, я не помню. Плохих играет, а кто? Ну, он все время, сейчас я скажу. Блядь, я первый раз такое сделал. Ты че, ебанулась? Прости, я не забираю у тебя хлеб. Да, это прямой эфир, это сейчас не вырежешь, блядь. Да? Прости. Ты че прости-то? Кто-то должен быть один конченый, либо я, либо ты. А теперь мы обе конченые. Давай, все пишут, что за скала, что за скала, что за скала. он работает танцором в клубе «Эгоистка». Короче, из этих, из мировых со скалой, а с кем вы из российских? Из российских. Из российских с Андреем Кучиным. Это кто? Он в универе играл. Он сейчас в турагентстве работает. Он женат на, ну, на одной, ну, он любит постарше. И там у него тоже, ну, женщина из турбизнеса. Мы даже, он недавно попросил, говорит, поздравь ее с днем рождения. Так я пьяная была, неудачно поздравила. Короче, они сейчас расстаются, я бы вот с ним пожила. Андрей Кучиный, прочее. Тогда скажи, по какой причине у тебя на это, заставке Стас Михайлов? Ну, это в прошлом. У нас со Стасом должен быть дуэт, и, ну, там, мешал. Это он с тобой должен был петь. Так сложно быть королевой, быть самой первой, быть самой первой. У всех на виду. Слушай, а ему сложно быть королевой. Очень-то что. Ну, ты же сама это знаешь. Да. Так, дальше продолжаю. Да, давай. Собчак, Дудь или Познер? Собчак. Вот, ты знаешь, благодаря Шурке Землянской, мы когда были в Рио-де-Жанейро, и нам ночами иногда нечего было делать, я клянусь тебе, я у Дудя не смотрела ни одной передачи. У Собчачки смотрела все. Смотри, сейчас спрашивают, кто поет эту песню? Как сложно быть королевой. Блядь, это Заза Наполе поет. На минуточку. Алло. Алло. А там пишут, что Заза поет? Нет, Заза в жопу дает, блядь. Вы охуяли! Очень-очень истерики нужно, нужно в эфире. Так, а значит, прошли. Значит, Собчак. Заур симпатичный был? Заур был охуительный. Ты же понимаешь, что чеченцы не бывают несимпатичные, они все красавцы. Да, я знаю. У некоторых, конечно, у некоторых красоту скрывает и портит борода, но в основном они рыжие, такие голубоглазые, охуительные самцы. Когда вся эта хуетень закончится, что ты сделаешь первое? Я накрашусь, одену лучшее платье и поеду работать. Потому что за всю эту хуетень единственное, за чем я соскучилась, это за работой. Не за деньгами, прошу не путать. Деньги можно занять. За атмосферой, да? Да. Я поеду на работу, я поеду в сауну, в клуб, в бар, в кафе. Я поеду куда угодно, где будет зритель, чтобы получить свою порцию адреналина, увидеть вас и выпустить свою энергию в космос. Дальше? Да. Фигурное катание или бои без правил? Фигурное катание. Любишь, да? Хорошо. Не, не люблю, но просто я фигурное катание, я люблю себя, я на фигурном катании сломаю, ну, ой, на боях без правил, мне сломают нос, мне сломают руки, пусть я сломаю один раз ногу. Муся, нет, не то, что тебе заниматься, ты любишь, что смотреть? А, тогда бои без правил. Что ты выбираешь? Бои без правил. Да? Любишь, да? Хорошо, тогда у меня пошла вещь. Блядь, нахуй я про Андрюху кучно сказала? Короче, у меня пошла тогда ветвь, как у тебя была, наконец-то. Если бои без правил, Хабиб Нурмагомедов или Конор Макгрегор? Не поняла, да ты? Да, ты подскажи. Что? Я даже не знаю, кто это. Ты ответила, бои без правил. Да. Вот, я тебе говорю, тогда Хабиб Нурмагомедов или Конор Макгрегор. А с двумя нельзя сразу? Ну, я не знаю там насчет Хабиба. А Хабиб это кто? Эмираты арабские? Ну что, они танцуют, поют. Какая ты, блядь. Что ты мне подставляешь? Ну, что они делают? Если это бои без правил, что они танцуют? Да, да, мы выбираем бои без правил. Ну, и Хабиб или Конор? А с двумя нельзя? Блядь. Ты хочешь... Один, который Конор, это точно немец, который в этот Хабиб, это значит Арабские Эмираты из Дубая. Поэтому с кем бы я жила? Ну, просто кому бы ты отдала предпочтение? Нет. Я бы тогда отдалась Арабскому шейху Хабибу Мармухамедову. Хабиб, он из Дагестана. Да. Ну, тем более за наших нужно болеть, тогда болеем за наших. Все. То есть, ты выбираешь Хабиба? Я выбираю Хабиба. Хорошо. Аладора Беранже Блонди или Мамаша Кураж? Ну, как выбрать? Выбрать. Я выбираю Мамашу Кураж. Молодец. До свидания. А что? Вы состоявшиеся самодостаточные... Мазалтов. А чего? Мамашу Кураж выжили в Израиль. Слава Богу, что девочка там нашла себя. Если бы она вернулась, я бы первая протянула руку помощи, потому что она была ни на кого не похожа. И даже уехав в Израиль, она до сих пор такой же остается. Скажи, а я... Ты знаешь, почему я вспомнила про Мамашу Кураж? А тебе-то что помогать? Ты сама себе путь пробьешь, блин. Помоги мне. Лилияна. Ты знаешь, у меня остался последний вопрос. И... Ну, я не знаю. Мы, конечно, можем после него еще продолжить общаться, но... А ты мне подожди. А про Мамашу Кураж... Почему? Посмотри. Она сейчас когда-то к Теоне подбирается? Почему? Ну, потому что ты работала с Теоной, блонди работала с Теоной, теперь там Мамаша Кураж будет работать? Нет, если будет, ради Бога. Потому что я Мамашу Кураж очень люблю, она... А ты помнишь, как Мамаша Кураж, когда, значит, один раз я, по-моему, с кем я подралась в это, в базе? У Геля праздновала там день рождения, она сначала праздновала в базе. У Геля не праздновала только день рождения. Да, вот это. И я с кем-то там подралась. А потом на следующий день... Я помню! Это когда Шариков узнал, что ты ему изменяешь? Помнишь, он тебе предъявлял? Ой, нет, ты сейчас вот начинаешь. С Шариковым это вдруг... Ты жила с Шарикова. Я с кем-то подралась, и на следующий день Геля праздновала день рождения в душа и тело. И я... Я проснулась и говорю... А база здесь при чем? Я тебе скажу. И я проснулась и говорю, Гель, прости, я не это... Ну, я не поеду. Я тебя вот так поздравляю, но я не поеду. А потом вдруг приехала подруга Календра, она меня напоила чуток, я слегка накрасилась, и мы поехали в Шанс. и ты разговариваешь со мной... Ну, кто-то там у тебя спрашивает, типа, а что, где Алладора? А ты такая говоришь, да, она вчера там кого-то отпиздила в базе, и это... Ну, не приедет. И я тебе звоню, и такая... И ты такая говоришь, а, нет, она вот уже в клуб входит, типа, передумала. И мамаша Кураж начинает по стенкам метаться, по угол искать, где-то куда спрятаться. Короче. Не, мамаша Кураж очень была позитивная всегда и хорошая. Да. Я задаю... Ребята, ты думаешь, жив ли Шариков? Шариков жив. Что с ним может случиться? Он, правда, жив, да? Жив, конечно. У него, правда, совсем не осталось зубов, потому что он сидел, недавно вышел. Вот. Ну, все у него хорошо. Такой же позитивный. Всем готов помочь. Одним словом, Шариков жив. Шариков жил, Шариков будет жить. Золотица роза чайная, как бокал вина. Давай ты будешь петь под мою фотографнографу. Сможешь попасть? Да. Давай. Раз, два, три. Золотица роза чайная, как бокал вина. Между нами дверь стеклянная. Между нами тишина. Молодец. Вы уже, говорит, пьяненький? Нет, мы вообще, мы еще даже не начинали. Короче, у меня в моем тест-опросе последний вопрос. Я хочу, чтобы ты настроилась. Ты скучаешь по райским птицам? Очень. Ты что? Это же целая эпоха. Это целая жизнь. Это у меня жизнь поделена на три части. Это до райских птиц. Туда входит институт, педучилище, все-все-все. Райские птицы. Все, что было после райских птиц. Потому что это это ты сегодня правильно говорил, что если писать книгу, то это даже не семь серий Гарри Поттера. Это прям и не одна серия Несенчаков. Сколько там было? Несколько лет? Вот считайте, каждый день это целая история. Это целая целая серия. Это, грубо говоря, было семь лет. Ну да. Нет, нет, нет. Семь лет это было полноценным. Подожди, Алладорик. В 2005 году мы спраздновали полноценным составом. Да, да. Потом мы начали терять артисток. Но в принципе на десять лет райских птиц я могу растянуть, потому что, помнишь, потом мы пытались с тобой вдвоем все это реанимировать. Ты знаешь, вот даже несмотря на то, то, что когда я потом, ну, когда мы договорились на том, что я могу работать под брендом райские птицы, это... Ты знаешь, для меня это все равно были не райские птицы. Потому что для меня райские птицы это всегда останется Заза Наполи, Сильвана Бомбанини, Алладора Беранже и Гердруга. И Гердруга. Все. У нас не было ни балетов, ни хореографов, ни постановщиков, никого не было. Мы были просто настолько... но мы были семьей. Это да. Понимаешь, каждого из вас, моя сестра, моя племянница, моя мама, мои папа, знали все ваши дни рождения, знали все ваши имена, все ваши номера. Поэтому это было... Вот вы были частью моей семьи. Сейчас такого уже нет и не будет, потому что, ну, гипотетически, сейчас тогда мы друг другу верили просто нещадно, доверяли, верили, отдавались стопроцентно. Сейчас все равно все поменялось. Сейчас на первом месте корысть, зависть, деньги. Такого уже не будет никогда. Поэтому я те времена вспоминаю с таким вожделением, с такой ностальгией. И я понимаю, что это никогда уже не будет. Не потому, что нет таких артистов, потому что людей таких уже нет. И даже я же говорила, что если я соберу все деньги мира, это невозможно будет вернуть. Это ну вот я всегда везде говорила и буду говорить, что это вот самые мои лучшие времена. Ты сама же прекрасно понимаешь. Те люди, которые с нами общаются... Блять, пиздец. Я больше всего не хотела, блять, расплакать. Пизду, не хочу. Знаешь, как говорит календра, если была машина времени, я бы нажал те годы, когда были райские птицы, вернулся и сломал. Я говорю, Коль, ты бы жил в одном и том же времени. Нет. Ничего бы вообще не сломали и продолжали бы жить так же, как это все и было. для меня. Для меня самое главное, что есть люди, которые помнят это. Понимаешь, прошло 14 лет, 11 лет, прошло столько времени, а люди помнят. Это понимаешь, я не хочу замахиваться на великое, на Битлз, на Фредди Меркури. Но мне кажется, что даже если нас с тобой не станет, через какое-то время, люди все равно будут помнить. Потому что то, что мы делали тогда, это было искренне, это было настоящее. Мы тогда не думали о деньгах. То, что мы зарабатывали, мы проебывали, вкладывали в костюмы. И мы делали это честно по отношению к себе и к зрителю. Сейчас зритель другой, артистки другие. И поэтому те, кто это помнит, они будут помнить. Те, кто это не видел никогда, они не будут об этом знать и будут слышать по наитию или пересказывать, будут рассказывать анекдоты. Но такого уже никогда не будет. Никогда не быть коллективом. Музь, мне было, ты знаешь, вот с нашего первого того эфира, во-первых, мне было невероятно приятно. Был такой фидбэк от людей, которые стали писать нам очень приятные и очень, ну, такие человечные слова. Они писали о том времени. И ты знаешь, я вообще не жалею, что я не тогда согласилась, не сейчас, потому что... Подожди, первый раз мне пришлось себя чуть-чуть уговаривать, потому что ты не понимала для чего. У тебя такая легкая опаска была. У меня, ну, был такой, даже не опаска, а был мандраж, и ты даже помнишь, что я прошлый эфир все время обмахивалась веером, потому что я потела от волнения. Сегодня, ты видишь, я не потею. Ну, сегодня, откуда у тебя это костюм. Ты шила. Можно тебя встать и повернуться? Нет, не надо. Пожалуйста, повернись. Это корсет? Нет, Подожди, сзади у меня лейбл должен быть, повернись спиной. Да, ну, нет. Ну, повернись, я тебя прошу. Отстань. Андрей, сейчас я выключу. Повернись, пожалуйста. Отстань. Так, друзья мои, к сожалению, Алладор Аберендже с нами прощается. Повернись, пожалуйста. Ну, просто так же. Ну, повернись. У тебя красивая попа, у тебя охуенский прогиб. Я же помню твою осинную талию. Повернись, молю. И там... Ну, молю. Давай. И-и-и-и. Блядь. Ой. Ой. Он жирать тебе сходился вот так. Всю спину расставил. Блядь. Блядь. Подожди, почему он тебя не сходится, Андрей? Ну, я же тебе говорю, у меня, ну, у меня кость, она всегда растет в первую очередь. Ага. Ага, ты что-то хотел сказать? Зачем ты это сделала? Мне интересно просто было Я потом бы не успел Не успела, да? Я просто думаю, как это? Я корсет этот шила лет 8 назад, а он на тебе как литой Я уже не думал, что он на 50 сантиметров Вот, вот правильно пишет Я просто закинул его в машинку И он сел Ой, пиздец Давай прощай Слушай, это уже четвертый час, да, пошел? Нет Ну сейчас мы третий допизживаем Через 15 минут Закончится третий час Пиздец Пусть Ильзаза повернется Да ради бога, вон я Вон я Ну конечно Я вся ладненькая Я вся клевенькая Ты вся на бифлексе Ну, на трикотаже французском Все Так, говори красивые слова И будем прощаться Да Я вообще тебе очень благодарна Что ты меня в эту авантюру Втянула Потому что Вот что тогда Что сейчас Я получил невероятный кайф И огромное спасибо Всем, тем, кто писал Эти приятные слова На протяжении всего вот этого практически месяца Люди, которые просили Давайте еще Давайте еще Давайте еще Это просто Ну Ты знаешь, такое ощущение Что как будто бы Я не выходя на сцену Пережила Какой-то вот Опять Сценичный Получила вот То Вот Да Ребят, вы Продолжайте прислать Свои видео Вот из архивов То, что у вас сохранилось На компьютере Это настолько Клево Помнишь, как ты мне прислал Кто там прислал видео 20-летней давности Ты говоришь Блядь У меня что был Такой звонок На телефоне Да Это была Нокия Да А макияжи наши Это ж пиздец вообще Я тебя люблю очень Я люблю тебя И Спасибо Спасибо вам Это Вы поверьте Мы друг другу Не дадим Забыть И спасибо вам Что вы не даете Нам расслабляться И все время напоминаете Об этом Что это было И это будет Будет в нашей памяти Это невозможно Забыть Стереть Даже будучи Блядь Черной алкоголичкой Я буду помнить Это как Самый счастливый Свой сон Поэтому Спасибо всем Кто В эти эфиры И в нашей жизни Был Есть И будет Вы никуда не денетесь Нет конечно Я не знаю как ты Я помню всех и каждого Я тоже Ты понимаешь Алладор Мне сейчас тяжело Запомнить Молодежь Потому что они меняются Как перчатки Те люди Которые были тогда с нами Мы были пьющие Нюхающие Бухающие Курящие Мы делали все Я помню всех людей Я помню все То ли сейчас у меня деменция наступила Почему я сейчас половина не помню Что прошло завтра А вот те 10 лет я помню Спасибо вам Что не даете нам это забыть Я тебя люблю Спасибо Я люблю вас всех Друзья спасибо вам большое За все эти добрые теплые слова Это прям вот Ну Особенно сейчас В этой ситуации Это такой бальзам Невероятный Да Я же тоже начинаю потихонечку озверевать Сначала я шила Хохотала Мне похуй Мне хорошо А сейчас-то мне уже Я начинаю На стены кидаться Я Таньку бить начинаю Алладорик Спасибо тебе большое Да Ты помнишь Чем мы должны завершить эфир Песней Песней Это Это пред Давай Какую Какую песню споем А чем мы должны завершить эфир Ну Мы пойдем спать Ты помнишь Ты помнишь Мне написалось Что мы там Сделаем то 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 И пойдем спать А разве писать мы не пойдем Ну Ну писать пойдем Ну не это Хочешь я ради тебя пойду пописаю Давай А ты знаешь что Хочу Ты что слышь Давай сделаем Не надо Ну почему Ну ты же Давайте Нет Тогда пусть все Кто сейчас сидит И смотрит эфир Пусть все пойдут пописают И ты тоже Иди писай Нет Понимаешь В чем вся Фишка Когда Заза Наполи Задает какую-то Ноту Все остальные Начинают Ее повторять Поэтому Я не могу Встать В тот же ряд Это Твоя уже Привилегия Иди писай Нет Я не могу Ну не могу Ну Ситя Можешь И давай ты Присядешь И мы споем Через годы Годы Перез расстояния На любой Дороге В стороне Любой Песни Если ты не скажешь До свидания Песни Прощается С тобой И опять Шуру И Аллу Пугачеву Дорогие друзья Благодаря Нашим спонсорам Сегодня ставился Этот эфир И сейчас Виноградова Сергея С днем рождения Поздравляет Алладурочка Беранже А также землянский Александр И все его друзья Виноградов Сергей Для тебя В качестве подарка Тебе свой сосок Покажет Алладурочка Беранже Че покажет Мне 50 рублей перевели Мы начинаем зарабатывать Слушай А мы сегодня И прикрепили карту Нет Блядь Ну мне Знаешь сколько Могли бы заработать Мне в директ Уже пришло Смотри Мы должны поздравить От землянского Александра И друзей Виноградова Сергея Тем более ты с ним спала Серега Виноградов Красивый такой Вспомни Если тебя послушать Так я спала со всеми Ну ты блядь Если что Что здесь не так Что мне Сосок Я что виноват Что ты не в свою мать Мне сосок показали Покажи Виноградов Сергей Это для тебя Не видно было Пока Ну Виноградов Сергей Дорогой любимый От землянского Александра Этот сосок для тебя Показывай Я показала Ты что аферистка Блядь Где ты показала Да вот Блядь Дай лизну Ну покажи сосок Дай лизну Давай На 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 Такой сладкий Такой вкусный Не он же сейчас Чуть солененький Такая Соленая карамель Итак Умоляю Дорогие друзья Наш эфир подошел Блядь Мать Пойдем Пойдем Домой Писать Пойдем Пойдем Домой Пойдем Домой Мальчики Мы вас любим Прощай Чао Спасибо Спасибо Прощай Пойдем Пойдем Пойдем